Так, всем привет. Всех приветствую. Сегодня у нас в гостях платочек. Колян Платков и Лена Магадан из канала Платочек. Можете поприветствовать их. Пишите ваши важные комментарии, ваши важные вопросы. Вот. Всем приветствую. Привет, 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 привет. Платочек вы просто супер, пишут. Мы не видим никого и ничего. Всем привет. А, вот все мы видим. Все. Только можете выключить звук на видео, чтобы он фонит? Чтоб не было слышно. Так, сейчас лучше? Да, да, все отлично. Все ждали этого очень долго, да. В общем, первый вопрос платочку. Как вы решили создать канал и почему вы решили его создать? Расскажите, пожалуйста, вашу историю создания канала. Значит, история была такова, что мы очень сильно не любим мракобесия, хоть и живем среди мракобесов. И нас очень сильно достала тема, когда средневековым князьям Петру и Февронии, князь и княгине, приписывают свойства офисного планктона или даже клиентов психбольницы. И мы так возмутились, что мы записали свое первое видео, посвященное Петру и Февронии Муромскому. И, в общем-то, рассказали примерно, как развивались события в то время, в том месте, с теми персонажами. И как об этом учит нас история. Но тема вашего канала – это семейные ценности, христианские семейные ценности, как я понимаю. Как создать семью. И что потом с ней делать. И что касается семейной жизни, в том числе в общественно-политическом плане. Да, это очень интересная тема. Я сейчас обращаюсь к подписчикам. Задавайте свои вопросы, донайте, чтобы Колян Платков и Лена Магадан смогли ответить вам. Развернуто и очень интересно. И следующий вопрос. Как вы пришли к христианству? Я, насколько понимаю, вы же не сразу были христианами, не с самого детства. Разные абсолютно оказались истории нашего прихода к христианству. Давай, рассказывай, как ты от сатанизма приходил к христианству. Да, я знаю, что Лена Магадан от сатанизма пришла к христианству. Я читала эту историю, только не до конца. Интересно было бы узнать в подробностях. Ну, могу вот как раз и рассказать. Значит, меня именно практически, ну, практически с самого детства я подвергалась религиозному абьюзу со стороны своей сестры. А потом и со стороны своих одноклассников. Практически одновременно. И даже когда я смогла как-то вот от сестры более-менее изолироваться, то всё равно от одноклассников продолжался абьюз. А что такое религиозный абьюз? Вот извините, что перебивали. Религиозный абьюз – это именно когда мне навязывали именно эту религиозную систему. Причём всяческими, любыми способами, какие только бывали доступны. Христианскую или другую религиозную систему? Именно навязывали сатанизм. Сатанизм. Ничего себе. Да, во всевозможных форматах именно навязывали его мы. Но это та именно система, которая, ну, как бы меня больше всего раздражала, вот, прости, Христа ради. Ну, просто так получилось, что именно, ну, вот, как сказать, вот то, что именно, всё то, что связано с Богом, именно мне доставляет удовольствие. Всё то, что связано с дьяволом, мне всегда причиняло страдания очень сильно. Поэтому, как бы, как, вот всё-таки, что такое? Ну, ничего, всё нормально. Причём, а когда вот, как только вот мне всё-таки удалось наконец-то от всего этого насилия освободиться и принять христианство, то тогда я всё-таки действительно познала настоящий вкус счастья. Кстати, ещё раз добывалось сказать, что сатанисты твои были неправильные. И, кстати, да, любимая, мои сатанисты были неправильные. А какие они были? Вот что делали сатанисты, вот, сестра твоя? Ты помнишь, Астра, у тебя вот есть видеоролик по вот этому, Владимиру, по-моему, Валуев его зовут, вот, который, ну, Краснодаре который, вот тот самый. Вот в его стиле как раз вот мои сатанисты работали. Все причём. Владимир Мунтян, ты имеешь в виду Владимир Мунтян? Так, Владимир Мунтян, может быть и Мунтян, но я просто забыла фамилию, у меня вылетело из головы. Это у которого вот эта сепка, которая с таким вот несносным названием, которое я, к сожалению, не могу процитировать про стих ресторан. Ладно, я перевожу с магаданского на русский язык. В общем, Лену в школе троллили местные ученики. Издевались, короче, да. Лена говорит, я хожу в церковь, а они все говорят, а мы сатанисты, а мы сатанисты. Как-то вот так вот все были сатанисты в школе? Нет, не просто говорите, мы сатанисты, как бы говорите, пожалуйста, а именно когда сплошь и рядом всё время фигачили сатанинскими молитвами, а некоторые из одноклассников даже умудрились провести надо мной сатанинские обряды. Ого, ничего себе! Жень, правда? А это можно рассказать про сатанинский обряд или это личное? У меня про два из них когда-то давно были даже написаны стихи, но, к сожалению, эти мои стихи выкрадены были. Один был украден сестрой и куда-то убран, а другой был украден одноклассниками в Михайловском училище, где я училась не так давно как раз. А вот про третий обряд у меня оказался стих даже не написан до сих пор. Ну, может быть, дай бог я эту ошибку исправлю и всё-таки напишу, потому что всё-таки опыт довольно специфический и не особо стандартный. Но это секрет, да, про него не хочется? Нет, это не секрет, просто, как сказать, это, во-первых, займёт очень много времени, а во-вторых... Ну так, в общих словах, там, прям сатанинские ритуалы с молитвами, там, что-то такое. Ну, естественно, как положено, Астра, а как ещё может быть? Ну, я ж не знаю, я же с дьяволопоклонниками не общаюсь, наверное, это были просто... Именно, да, я делала поклонники, вот именно вот такое вот устраивали. Но, как ни странно, даже вопреки этому я выжила. Угу. Ну, может, они просто хотели как-то вот потроллить? Они видели, что ты христианка, и поэтому они вот в противовес решили, вот мы будем булить Лену и сделаем обряд такой вот сатанинский, чтобы она испугалась. Вы знаешь, вот такое вот бывает тоже. Понимаешь, Астра, тут ведь дело в том, что это не могло ограничиться простым банальным ископом. Хорошо, если бы хоть просто ископ. Понимаешь? А вот от таких воздействий я практически была одной ногой на том свете. Вот особенно во время третьего обряда именно. Да, жесть, конечно. И как же вот удалось вырваться из этого всего? Удалось вырваться? Ну, вообще, конечно, борьба шла очень долго со всем этим безобразием. Но вот когда как раз, как только мне все-таки наконец-то удалось выехать сначала хотя бы в Михаилов поступить, учиться, потом пожить еще у мамы в Ростовской области. Но мне удавалось фактически уходить в тень, но тоже очень кратковременно, до тех пор, пока до Москвы не добралась. А в Москву я попала после поездки в Кировскую область, которая состоялась очень чудесным образом, именно как чудо. И потом как раз, где познакомилась я со своим мужем, и он мне дал приглашение в Москву. Я добралась до Москвы, и тоже чудесным образом, и вот в Москве вот относительно удается оберегать свой собственный покой. Ну, то есть вы познакомились во время крестного хода, во время паломничества, когда все вот люди, христиане идут. А вот в чем суть вот этого крестного хода? Вот куда эти люди идут? Для меня организовала турфирма вместе со своим... Шалом из солнечного Израиля. Такой вопрос к Лене и Николаю. Как православное христианство относится к иудеизму? Если позицию иудеев я более-менее знаю, то интересно было услышать и другую сторону. Согласны ли христиане с утверждением, что являются ответвлением авраамической религии? У нас тут пришел донат. Спасибо, Чарли. Чарли и мне, спасибо за донат. Тут вопрос, значит, очень интересный. Шалом из солнечного Израиля. Такой вопрос к Лене и Николаю. Как православное христианство относится к иудеизму? Если позицию иудеев я более-менее знаю, то интересно было услышать и другую сторону. Согласны ли христиане с утверждением, что являются ответвлением авраамической религии? Согласны. Когда-то, ну, есть такое понятие «История церкви». У нас, кстати, вот книжка лежит. Мы ее используем как школа для мыши. История христианской церкви. А как так? Вот можно использовать христианскую Библию как коврик для мыши? Это же не богу... Это не христианская Библия, это учебник. А-а-а! В семинарии. Он очень удобный, потому что мы сидим на диване, а по дивану мышь плохо водится. А книжки как раз они для того и созданы. Чтобы... Чтобы быть подставкой для чего-то, естественно. Ну, чтобы и да, для чего-то выложить. Это в современном обществе так. От них не убудет. Цивилизация же, она развивается, и сейчас все читают с экранов. А бумажные книжки, они... Чтобы сюда им подложить. Да. Тут... Ну, хотя читать все равно их тоже читаем. Да, читаем, кстати. Ну, конечно. Ну, чать-то рассказываем. Тут в чате отмечают, что у Лены Вагаданова новая прическа. Я тоже заметила на фотках. Вот как это ты вот решила, Лену, сделать новую прическу? У тебя были длинные волосы? Ну, давно мечтала об этом, но не могла долго получить разрешение на это. А потом не могла найти мастера, чтобы подстричься и залиться. А-а-а. Там дело было так. У Лены коса попала в USB-разъем. Об этом есть фильм на нашем YouTube-канале. Ну, это не фильм, это клик, Коль. Да, волосы сиклись, сиклись, сиклись. В конце концов, коса превратилась в маленький, тонкий крысиный хвостик. И он попал в USB-разъем. У подобных действий. Понятно. А для того, чтобы сделать себе новую прическу, нужно разрешение в христианской общине? Разрешение получить от мужа и свекрови. Даже от свекрови. Да нет, на самом деле не так было. На самом деле, как Лена собралась в парикмахерскую, то парикмахерские все закрылись. На карантине. Как раз, да. Да, именно вот ближе к этому делу, у меня муж для моей стрижки созрел, и как раз начался карантин, и все закрыто. Ну, потому что мы вместе подбираем для друга стиль, чтобы быть красивой парой. И Лена, она, в принципе, изначально, у нее была химзавивка. И с тем временем химзавивка начинала превращаться в косу. В православной субкультуре коса это вообще безумно модно, безумно круто. Особенно, когда еще поверх косы красивый платок. Но мы иногда отступаем от классических православных субкультур. И иногда Лена и в штанах позирует, иногда и в открытом платье позирует. Ну да. И, в общем, чтобы быть на пике моды, надо иногда уметь от моды отступить. У нас в православных тоже есть свои моды. Да. Ну, мы видели видеоролик, где вы показывали... Был показ мод, православный стиль. Как можно одеваться в храм. Да. Да, интересно. Вообще православный субкультуре. Да. А вот, кстати говоря, насчет... Вот вы принадлежите к христианской общине какой-то, да? Вот определенной. Нет, мы идем в православный храм за... И поэтому нам глубоко пофиг, с кем спит продавщица, сколько навыровал менеджер и какая машина у директора. Но, тем не менее, Астра все-таки... Очень многих священников и епископов я все-таки люблю. Потому что, ну... Ну, так мы же люди. В общем, если ты их видела, то прекрасно меня поймешь. И даже более того, некоторые священники, они наш канал смотрят. Но подписать боятся. Боятся, а вот... Ну, это чудо, что вот они смотрят все равно. А как они относятся, вот ваши знакомые верующие, к вашему каналу? Очень по-разному, Астра. А вот было такое, что вот прям хейтили, говорили, вот зачем вы такое снимаете? Да, хейтили тоже, да. Есть, которые... Так что же рядом. Особенно, если мы что-нибудь выскажем на тему аборта, то тогда сразу мы устраиваем для себя такой вот стресс-тренинг, и нас сразу начинают все-все-все вокруг хейтить. У нас есть сейчас канал, посвященный православной субкультуре на Яндекс.Дзене. Потому что первый наш канал на Яндекс.Дзене, как только он начал монетизироваться и намонетизировал на аж 1600 рублей, так его сразу обвинили в кликбейте, и, в общем, он накрылся платочком. Обидно как, а канал такой хороший, Астра. И мы теперь создали второй канал, именно посвященный православной субкультуре. И вот как раз мы там создали первая статья про субкультуру в целом, вторая статья про аборт – это убийство. Сейчас собираем урожай с хейтера. О, что жесть. От всех друзей хейтим, от хейт приходит от батюшек, от друзей, от подписчиков. Потому что аборт – это убийство, это главный догмат православной субкультуры. К религии отношения не имеет, но субкультура – это самое главное. Можно не верить в Иисуса Христа, можно не любить по краях, но главное разделять утверждение, что аборт – это убийство. Жесть, короче. У нас своя обстановка. Да. В нашей семье двое. Ну а все-таки в церкви-то мне хорошо, и мне нравится очень туда ходить. Поэтому я все равно туда ходила. Пока есть возможность. А дальше уже… Лена, она знает всех священников во всех храмах. Некоторых. Некоторых. Ну, многих. Ну, кой-кому знает. Но вы не считаете, что аборт – это убийство. А можете объяснить, почему? А у нас на эту тему есть даже целый такой ролик, называется «Богословские проблемы утверждения. Аборт – это убийство». Если в общих чертах так, то чтобы утверждать, что аборт – это убийство, надо определиться, когда начинается человеческая жизнь. А в христианском богословии с этим проблема. То есть нет единого мнения, когда начинается человеческая жизнь, когда у человека возникает душа. Единственное, что Оригена осудили за идею о предсуществовании человеческих душ. То есть, если кто-нибудь смотрел спектакль про синюю птицу, это как раз про Оригена. Этому спектаклю про славное христианство объявила она. А все остальное, все остальные мнения, они допустимы. В том числе и что душа дается в момент рождения. Так как Библия к этой теме больше склоняется, потому что живых людей называют почему-то рожденными жеными, а не зачатыми. Рожденными, а не зачатыми почему-то, да. Вот тогда к ним вопрос. Почему-то на могильных плитах пишет тоже, когда родился, а не когда был зачат. Да, точно. Ну да, да. Еще есть такие однояйцевые близнецы, вот если бы душа давалась в момент зачатия... Тогда откуда берется вторая душа? Да, а вот... Если 5-й эмбрион один, а 2 ребенка выросло полноценно. Они же развиваются не с самого начала, ну, то есть там каком-то... А что бывает, что аномальное развитие... Счастных зачаток, да. Рождается какой-нибудь уродец с торчащими из живота двумя дополнительными ногами, а с зачатием было все в порядке. Ну да. Ну да, да, да. Вроде 2-й эмбриона, и вдруг получаем вот так. И есть авторитетный писатель церковный Петр Могила, который написал критерий, когда человек есть человек. Это когда у него есть голова и грудь. Если женщина произведет на свет что-нибудь, чего нету головы и груди, например, эмбриона на третьем дне с момента зачатия, то это не человек, согласно Петру Могиле. И Петр Могила – это, в общем-то, такой писатель, по которому все священники учились. И его требник используется всеми священниками фактически, чтобы совершать приходские требы. Да, точно. Так что там вот такие у нас еще богословские разборки проходят в церкви. Так, я призываю всех подписываться на канал Платочек. Я оставила ссылку сейчас под стримом, можете перейти туда и подписаться. Вот. И я думаю, Платочка будет очень приятным. Так. И мы даже когда-нибудь создадим дозреем, чтобы самим стримить. Стримить, да. Это все очень хорошая идея. Итак, тут донат пришел. Скоро у Астрии будет новый стук, чтобы жопа не болела. Блэкнет, спасибо за 50 рублей. Абэсатан написал. Блэкнет, еще раз 50 рублей. Платочек, я ваш хейтер. Написал он. Пожалуйста. Так, еще 50 рублей, Блэкнет. Смех убийственный у Елены. И еще раз он написал, бога нет. Спасибо, Блэкнет, за донат. Да ничего страшного. Ой, извините. Мы чат видим, поэтому мы так ржем. А кто ходит в РПЦ, тот в цирке не смеется и хейтеров не боится. Да. Так. Ленке плохо пишут. Нет, Ленке хорошо. Ну, бывает, это временные трудности. Временные трудности. Вы, кстати, смотрели фильм? Ничего, переживем. Ленка умеет очень эстетично эмоционалить. Да. Так, задавайте вопросы ваши интересные и будем на них отвечать. Они, блин, блин. Цирики выступают. Вот, кстати говоря, сейчас очень много говорят про Сергия Романова. Вы знаете? Да. Нравится. Что вы можете сказать про этого деятеля? Мы не можем сказать. Мы даже про него записали фильм. У нас даже не было средств. Мы его защищаем от наших православных единоверцев. То есть вы на его стороне. Я напоминаю тем, кто не знает. Он захватил храм в Екатеринбурге. И у него там прям целая свита. Очень много людей за ним идут. И он обратился к президенту Владимиру Путину, чтобы тот передал ему власть. И что он через сто один день навезет порядок в России. Какой сто один день? Три дня. А, три дня. Так это еще лучше. И мы даже сделали предположение, как он будет наводить порядок. И проиллюстрировали его клипом нашей любимой группы «Батюшка». Да, нашей любимой группы. Ничего себе. А вы любите группу «Батюшка?» Она же антихристианская. Нет. Не совсем. Нет, Астра. Но может быть где-то что-то есть, что-то такое, какой-то подвох. Но мы это все знаем. Но мы просто обратили внимание на эту группу именно потому, что там есть у них некоторые иллюстрации из нашей жизни. И иногда для некоторых видосов они очень гармонично вписываются в эти видосы. И получается просто очень удобно. И у них просто церковная эстетика тоже присутствует. И у них очень оригинальные клипы, как раз которые показывают именно взгляд человека не из христианской субкультуры, а на христианскую культуру. Поэтому нам очень нравится и как икону по реке пускают, и как в подземелье там ставится неправильному богу молиться, и как в храме Христа Спасителя рожей и всяких. Поэтому в этом плане очень интересно именно как взгляд конкурирующей субкультуры. Это, кстати, да, тоже. Тут написали, что вы атеисты под прикрытием. Неправда. Это неправда. И не атеисты, и не сатанисты, мы обычные христиане. Мы знаем свою веру, во-первых. Во-вторых, мы интересуемся своей субкультурой. И, в-третьих, мы интересуемся и конкурирующими субкультурами. Для тех, кто не знает, субкультура – это часть культуры, которая отличается от подавляющего большинства культуры своим поведением, своим мировоззрением, своей одеждой, своим стилем и, в общем, своим самовыражением. А религия – это исключительно основано на вере в сверхъестественное. И религия кончается там, где кончается вера в сверхъестественное. То есть религия – это загробная жизнь, это церковные таинства, это молитва. А всё остальное, что происходит в церкви и около церкви – это субкультура. Причём есть разные субкультуры. Есть умеренные, есть радикалы. Мы себя относим к умеренным. Поэтому вот как раз покажем наш стиль, вот наша обстановка. Ох, ничего себе! Вот прям очень стильненько. А вот сколько у вас икон вы не считали? Считали. О, и сколько, интересно. Много, много. Но ещё не очень много. Вот одежда тоже у нас. То есть у мальчика это в дикой моде это футболки с какой-то христианской атрибутикой. У девочки в моде льняные, хв-шные одежды. Соответственно, в моде длинные, в моде закрытые. Но допускается, когда нужно по стилю этой декольте и крестик, который мы используем. Некоторые крестики прячут почему-то. Мы считаем, что крестик это как ювелирное украшение. У нас есть группа поддержки. Это символы наших субкультур. Значит, заяц это символ Петра и Февронии. Сердечко это символ Дня Святого Валентина. Тыквы нету. Это символ Хэллоуина. Потому что тыква надолго не хранится. И пластмассовый ребёнок это символ того, что мы принадлежим к субкультуре child free. То есть мы понимаем плюсы бездетности. Понятно. Ещё тоже, кстати, футболки с христианской символикой я тоже очень люблю. И иногда позволяю себе их надевать. Ну, а ещё у меня тут вот на диване висит тоже моя любимая схема. Мне она очень нравится. Да, покажи, Лена, как ты раздела монаха. Да никакого монаха это не раздела. На самом деле в церковной лавке просто нам продали эту схему. И мы очень счастливы. И очень благодарны этому человеку, который нам её продал. То есть, в принципе, в православии можно купить схему, можно купить любую церковную атрибутику. И, в общем, создать свою пиратскую церковь. Создать пиратский контент. А ещё у нас есть... Ну, то-то и так, а я просто люблю церковную церковь. Ну, это у нас просто как атрибутика. А ещё у нас есть платочек, которым можно накрыться. Это павлопосадский платок. У нас дача в Павловском посаде. Там изображён это... Василий Грязнов. Это один из моих самых любимых святых. Это покровитель и Павловского посада, и платочной мануфактуры. Это родственник фабриканта. И в Павловском посадской мануфактуре есть такая традиция, что каждый платок уникален. Они делают матрицу, с которой делают свои платки, печатают тираж платков, а потом эту матрицу уничтожают. Поэтому каждый платок павлопосадский, он уникален. Через лет сто это будет вообще стоить безумно дорого. Здесь кто проживёт, тот... Так, Blacknet задонатил ещё 50 рублей. Написал, тоже верно, РПЦ это какашка. Тамерлан, спасибо за 50 рублей. Написал, Аллах Акбар. Blacknet снова 50 рублей, спасибо. Как задонатить платочку, спросил. Как вам можно задонатить? У вас есть какие-то... Ну, пока только на Яндекс кошелёк. На Яндекс кошелёк. У нас есть Яндекс кошелёк. Но самый лучший для нас донат, это нам пиар. В любых ресторах. Вы можете сделать Яндекс кошелёк и прикрепить его к каналу. То есть кто захочет, может с удовольствием вам задонатить любую сумму. Так, и тут очень много спрашивают у вас. Как вы относитесь к ЛГБТ? Ну, мы их, так скажем, мы к ним не относимся. И по той причине, потому что мы натуралы, и мы их просто не понимаем. Мы не понимаем, как у мужчины может быть влечение к мужчине, у женщины влечение к женщине. Мы их просто не понимаем. Но если они что-то в этом находят, ну, как бы нам это трудно понять. Так же, как нам очень трудно понять, как можно ехать на одном колесе. Так же, как нам очень трудно понять, как вообще возможно совершать телодвижение из какого-нибудь брэк-данса или аргентинского танка. Для нас это всё относится к области невозможного. Да. Но вы не считаете, что они попадут в ад? Мы считаем, что будет их судить Иисус Христос. И он будет сам решать, кого куда лезть. А ещё у нас на странице ВКонтакте есть видео с нашего тоже любимого канала от Жени Тимоновой, как раз где она на примере дикой природы показывает, что ЛГБТ в природе существует, но притеснение за ЛГБТ есть только у одного только вида. Да, хомо сапи. О, да, да, да. И странно, да, почему-то. Мы можем также сказать, что вот у нас на даче ежи живут в загоне, в вольере, и у них там полно и лезвийской любви, и гомосеки, и мастурбация. В общем, у зверя этого навалом, и это как-то на жизнь не влияет. То есть это только в социуме придумано. Хотя, когда я сталкивалась, например, с лесбиянками, они пытались меня как-то сломить и навязать мне свою близость. Они пытались закадрить прям. То есть они как-то действовали, а кто-то просто вот пробовали деликатно подойти как-то, можно, можно, и я говорю, простите, я не могу, извините. И вроде как все-таки мне шли навстречу и отходились в сторону. Ничего себе! А вот не было такого, что прям приставали там еще? Именно приставали, да. Вот особенно вот одна такая Диана тоже была на моем пути. Она именно приставала и именно закрыла на замок и отпускала там. Потом как-то вот, ну я, конечно, молилась, Господи, помоги, чтобы все-таки мне вылезти. В конце концов, она вроде как-то открыла дверь и все-таки там что-то, там, то ли у нее муж там куда-то типа вышивали. А, так у нее еще муж был! Хотя я у нее даже забыла свои таблетки и там еще что-то, тетрадь, по-моему, какую-то. Ну, я убежала, ну, думаю, да ладно, это фиг с ними, с лекарствами совсем. Хотя бы от этой избавилась от дуры, если, слава богу. Потому что она большая, здоровая, крепкая. Я мелкая, дохлая доходяга, ну и чего делать. Ну да, только убегать придется, что ли. Ну, слава богу, убежала и слава богу. Их хорошо. Благодарю, что я пошла заниматься своими делами, как ни в чем не бывало. Да. Скалькосовский сдонатил 50 рублей, написал, «Всем привет, если бог наказывает вечными муками в аду, то разве можно назвать это свободой выбора?» Как вы считаете? Мы так считаем, что в аду и в раю будет вечность. Опыта пребывания в вечности у нас нет. Поэтому здесь стратегия такая у бога, что вот до христианства, после смерти, всем хоть праведный, хоть грешный, было очень-очень фигово. Античная мифология всем в помощь. Что лучше на земле быть последним рабом, чем в царстве мертвых быть царем. А Иисус Христос, когда был распят, спустился в ад, он там чего-то такое наделал, что последователям Иисуса Христа после смерти может быть так хорошо, что лучше, чем при жизни. То есть вот, если в общих чертах, так выглядит христианское понимание спасения. Но это очень в отдаленном приближении, потому что как будет там в вечности, мы не знаем. А если бы знали, мы бы не могли объяснить, потому что у нас нет подходящей терминологии. Нет у наших слушателей подходящего опыта, чтобы вот это все понимать. И это также ответ на вопрос, почему Бог не выступит где-нибудь с трибуны объединенных наций или где-нибудь с облака и не расскажет вообще, почему надо в него верить, почему в раю и в Царстве Небесном это так хорошо. Да, отлично. Он дал религию для того, чтобы мы могли в этой области мыслить. И, соответственно, мы мыслим, у нас есть пагматическое богословие, чтобы понимать и словесно выражать свои религиозные чувства. Есть аскетика, это чтобы прокачивать свою религиозность. Есть церковь, это как площадка для диспутов, то есть находить единомышленников, находить оппонентов. То есть вот христианская конфессия, это от слова конфешенал согласие. Вот у нас вот такая интересная жизнь. Ну и еще церковь это очень удобная площадка именно для совместной молитвы, что нам приносит очень много радости и помогает. Да, совместная молитва. И объединяет всех верующих. Да, объединяет. Которые имели место в истории, где участвовала церковь, это изначально, это вела не религия, а изначально это политические и экономические цели. Интересно. Так, Островок, задатель 50 рублей. Ну, во-первых, мое почтение тебе, Анют, и Платочку. Спроси у них, как относятся к Мамаренко. Есть такой чувачок верующий, Яков Мамаренко, я про него снимала обзор смешной. Он там с крестами любит фоткаться, любит фоткаться с иконами. И вообще он такой вот прям очень сильно верующий христианин. Но при этом он снимает видеоролики, где он матерится. Вот он как-то, вот у него тоже как-то своя, свой взгляд на веру, на христианство. То есть, если вы знаете его, как вы к нему относитесь? Мы его не знаем, может, к нему не относятся. Как я отстала, я не посмотрела этот обзор. Кидайте нам ссылки. Кастро, можно ссылку все-таки на него? Кидайте ссылки. Чем больше ссылок, тем мой объективней обзор. Да, хорошо. То есть, если много чего смотреть не сможем, но на какие-нибудь характерные ролики. Ну, хотя бы, да, немножко хотя бы это, да. Хорошо. Ну, иногда, да, иногда мы материмся. Ой, я вообще матершинница такая, но я стараюсь, конечно, все-таки сдерживаться и поменьше напериться. Но, к сожалению, не всегда удаётся себя нормально контролировать. Потому что иногда невозможно не материться. Например, если мы сидим интересно, общаемся с людьми, вдруг кто-то звонит на мобил. Это точно. Или если мы делаем какую-нибудь работу, и вдруг инструмент из рук падает. Или просто переполняют чувства. Тут, как бы, грех не заматериться, так сказать. Сын сатаны... Например, как... Сын сатаны задонатил 50 рублей. Написал, Астра, спроси их, что они думают по поводу татуировок. Мы это не понимаем. В чём в этом смысле? А татуировки – это грех в христианстве, или это не грех? Ну, это же нету. То есть это вопрос нерелигиозный. Это вопрос субкультурный. Если в субкультуре татуировки приняты, ну, как бы, жалко, что они. Ну, вот почему батюшки, большинство священников, они против татуировок? Ведь в христианской Библии вроде бы не написано конкретно, что татуировки бить нельзя. Правильно я говорю? Конечно. Это вопрос субкультуры. Это исключительно вопрос субкультуры. Батюшка же, он вещает тоже не только с позиции религиозной, а где-то три четверти того, что батюшка вещает, это относится к субкультуре православной. Потому что, да, вот, например, мы не понимаем, чего хорошего в татуировке. У нас татуировок нету. Мы, ну, может быть, кому-то это нравится. И делаем тех не собираемся даже. У нас есть знакомые, кто татуируется. А кто-то, да, кто-то носит. У нас есть даже знакомые, кто делает перманентный макияж девушке. Они говорят, что это удобно, это красиво. Ленка вообще даже красить не умеет. А я и не умею краситься, да, и в принципе, а зачем? И не нужно. А зачем красоту портить? Какая-то культура у нас. Так, я скинула вам ссылку на Моэла Маренко обзор, потом посмотрите, если вам будет интересно. Так, и тут еще пришел донат. Скалькасовский, спасибо за 50 рублей. Платочек, а вы не думали создать свою секту? Мне кажется, у вас все для этого есть. Зачем секта? Секта нам неинтересна. Мы просто создали свой YouTube-канал для того, чтобы создать свою тусовку виртуальную. Вообще, мы в реале тоже одно время собирали тусовки. Пока была возможность. Под предлогом отметить какой-либо праздник. У нас много друзей из разных субкультур, в том числе и несовместимых. Приглашали в гости, приносить к столу. И провести время весело в компании. Где-то там 10-20 человек. Такое у нас было. А секта это относится к религии. А потребности создавать какую-то еще религию у нас нет. Потому что мы хорошо знаем христианство. И христианство, оно нас удовлетворяет настолько полно, что еще на всю жизнь после смерти вперед. Потому что есть куда развиваться, есть что изучать. То есть оба сверхъестественного у нас полностью удовлетворена христианством. А в плане компаний, это мы всегда приветствуем. А компанию мы любим, это точно. Компании, субкультуры, тусовки, клубы, это мы любим. Мы ходим в разные христианские клубы, в инвалидные клубы ходим. Потому что Лена инвалид с детства. И она очень хорошо знает тему досуга и тусовок инвалид. Потому что инвалид это в первую очередь не тот человек, у которого что-то болит. А тот человек, который развивался в особой среде. То есть это, во-первых, домашнее обучение. Во-вторых, это разные больницы, реабилитационные центры. Ну и в-третьих, это чисто специфические инвалидные клубы, которые, например, в Москве, они при поддержке московского правительства. Да, хотя детство у меня было очень трудное в неблагополучной семье. И то, что все то, что дают нормальным инвалидам, мне этого всего, мягко говоря, не додавали. То есть поэтому у меня не было даже возможности не учиться, не лечиться по-нормальному, вообще ничего. Поэтому среди инвалидов я тоже, казалось, делаю вороны абсолютно ничего. То есть мы очень любим клубное общение. То есть официально вот это вот, то, что происходит, вот то, что мы назвали присовки, это клубное общение. Это мы любим. И, видите, мы вот на этот уровень потихоньку выходим. Показы занимались с Ютубом. Сейчас вот дорастем, потихоньку дорастаем до стримов. Благодаря Астре на многом. Потому что Астра бы нас не подключила, еще неизвестно, сколько бы мы прокрустенацией бы занимались. Будет мотивация, так сказать. Это точно, да. Так, Зору Сабио. У нас ведь тоже зовут стримов, да. Ну, мы так постенируем, они нас не представляют. Ну, так же, как же. Зору Сабио, знаете, 50 рублей. Астра не по теме, но все же. Как называется твое окрашивание? Очень красиво. По скриптам Лена и Колян просто милашки. Мое окрашивание называется милирование просто. Я делаю милирование, и в последний раз делала вот тут вот такие вот пряди толстые белого цвета. А так я милируюсь где-то раз в несколько месяцев. Вот так вот. Ленкину прическу тогда уже заодно заценивайте. Да, и тогда, Лена, скажи, какая у тебя прическа, раз уж на то пошло. Как она называется? Я сделала себе стрижку-волчицу и сделала химзавирку. Причем современным препаратом, который действует, но очень щадяще действует на волосы. Благодаря чему волосы практически абсолютно никак на их качество это не влияет. И они не лезут, ничего, их легко расчесывать, даже при наличии розовитки. И при этом, то есть, именно не снижается качество волос, но повышается хотя бы параметр красоты. И это очень здорово, удобно и красиво. И причем все сразу. Давно мечтала о такой прическе. Это мы сделали немножко, отодвинули, чтобы Ленку в большем количестве показать и сравнить, насколько прическа идет со всему остальному. Тамерлан, спасибо за 50 рублей. Ссылку на видео мы посмотрим попозже, после того, как поговорим с платочком. Так, Островок, спасибо за 50 рублей. Ладно, еще вопросик. Бытует мнение, что Бог — это просто внеземная цивилизация, создавшая нас. Что вы думаете об этом? Ну, это некое псевдонаучное мнение. Пожалуйста, развивайте на этом деле свою религию. Это не запрещено. Вот у Герберта Оэллса даже есть такой рассказик, что религия может быть из одного последователя и из одного мученика. Там, в общем, один мужик притащил негра из Африки, чтобы он там помогал обслуживать динамо-машину. И этот негр воспринял эту динамо-машину. Так божество, дело кончилось тем, что всех убило током. Так что, пожалуйста, развивайте эту тему. Мы периодически общаемся с сектой официальной науки, которая ведет программу ученых. Правда, это не секта. Но они себя так называют. Ну, пусть называют. Или там шабаш официальной науки. Ученые против мифов. И там как раз периодически выступают докладчики с темой инопланетян, с темой ротилоидов. Мы, в принципе, свою тему развиваем, научной фантастики, что якобы на других планетах могут быть христианские цивилизации, и они к нам могут залетать в паломничество, как на планету Родину Иисуса Христа. Да, чтобы у нас отдохнуть. И это не противоречит христианскому вероучению. Так что христианство, оно не против науки, не против других цивилизаций. Потому что христианство, оно как религия, оно касается только довольно узкой области познания. То есть божество и жизнь после смерти. Еще иногда религия касается тех областей, до которых не дошла наука. То есть когда медицина была на очень отдаленном уровне, то тогда лечились иконами, лечились заговорами, лечились баней, медом, всем чем угодно. Но со временем наука развивалась, и религию из медицины вытесняла все дальше, 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 дальше. А некоторые мракодецы до сих пор лечатся косточками и тряпочками. Но это не позиция религии, это позиция их врагобесия. Это да. Но есть и такой момент. А есть просто люди, которые не пренебрегают официальной медициной, и ей пользуются. Хотя одно другому не мешает. Человек лечится и молится. Господи, помоги. И идет все равно просто лечиться. И это помогает. Вот молитва... А вот было такое, что медицина официально не помогала, а вот как помолился человек, и сразу же у него все наладилось. Ну, как ты думаешь, что... Ну, в пределах корреляции. Нет, ну, у вас было такое? Такое, вероятно, бывает. У меня даже более того бывает. Я вот сижу, какой-нибудь компьютер настраиваю, или программу пишу, или еще что-нибудь делаю. Ну, не получается. Ну, выругался, ну, помолился, ну, просто подумал. Но результат получился такой, что помогло. рублью именно молитвы конкретно. Или у Коли не получается, или видос не можем написать, тоже молюсь. Тоже молюсь. Еще что-то сделать, и все равно молюсь, иду уже стараюсь делать. То есть роль молитвы в конечном результате научно не доказана. То есть это не отвергает помощь молитвы, ну, и не отвергает обратного. То есть это именно чисто научная научный штаб такой, что роль молитвы в конечном результате не доказана. Такое у нас бывает. Пошли рядом. Мы вот, например, познакомились в крестном ходу. Это там 30 тысяч человек идет в походе. Поэтому чудо то, что встретились. И то, что именно вот тот туроператор, который меня туда привез, он увидел именно меня. Причем я пришла туда, мягко говоря, в нетоварном виде. Он все равно меня увидел и не выгнал, а наоборот принял и сделал мне путевку. Именно вопреки абсолютно всем правилам и законам. А как так получилось, что вот вы познакомились в крестном ходу, после этого поженились и вот начали ходить в православные клубы знакомств? Туда же ходят для того, чтобы познакомиться, а не для того, чтобы... Значит, ну... а не для того, чтобы там продолжать какие-то там отношения. Это цель клуба как раз-таки для того, чтобы познакомить верующих друг с другом. Как у вас так получилось? Как правило, да, но иногда бывают, решаются и другие задачи в таких заведениях. То есть, именно для нас это была как одна из площадок для продолжения отношений и для продолжения дружбы и отдыха. Именно потому что у мужа моего была задача именно показать все богатства и достопримечательности Москвы. Все то прекрасное, что в этом городе находится. В том числе и эти клубы тоже. Они туда входят. Давай я тогда на первую часть вопроса отвечу, на последнюю ответила. Значит, дело было так, что, в общем, я пошел в крестный ход, соответственно, на первом ночном ночлеге, сидел у палатки и пил чай с другими паломниками. И, в общем, Лена там ходила, чего-то со всеми болтала, звучала, плакала о своей неудачной жизни, как она это любит делать, вводила людей в уныние, грузила всякими богословскими вопросами, ну и, в общем, и со мной разговор. Ну и мы начали говорить, говорить, общаться, разные интересные темы, ну и, в конце концов... Что самое удивительное, меня даже не испугался и даже пустил к себе в палату. А, ну да, я Лену пригласил. И одним пальчиком даже не тронул. Да не так было, на самом деле, да. В общем, когда идешь по крестному ходу и вокруг тебя все идут в компаниях АТ-1, то это бывает скучновато. И хорошо бы иметь попутчика. Не обязательно друга, но хотя бы просто попутчика, приятеля. Ну и, собственно, разговорились. Я Лену пригласил в палатку. Так, вот в таких ситуациях запрещили договор о ненападении. Ты меня не поглазняешь, я к тебе не пристаю. Все равно. Потому что еще идти в походе и флиртовать, это, ну, неудобно и небезопасно. Потому что, когда, вот, допустим, идешь в походе и подаешь руку девушке, а девушка начинает кокетничать, то можно просто вывихнуть запястье. Ну, подать руку так, что потом поскользнуться и получить травму. Поэтому заключили договор о ненападении, что мы друг с другом не флиртуем, то если мы друг друга трогаем, то это исключительно бытовой целью. Там, дорога скользкая, там, лужи сплошные, там, постоянно еще дождь идет, надо друг другу плащ поправлять, точнее, не плащ, кусок пленки. Ну, и, как бы, чтобы такие отношения прояснить, чисто бытовые, походные, это мы, как нормальные, адекватные туристы, мы, в общем, это прояснили. и просто шли вместе, общались. Ну, для меня такой опыт, он был вообще абсолютно первичным, и, то есть, с таким опытом познакомилась я именно там, и тогда уже я сразу в это поле влюбилась, именно там, уже. И когда он пригласил еще в Москву, и здесь, в Москве, тоже очень красиво ухаживал, тогда полностью заводил на улице. Ну, а в этот крестный ход народ ходит просто из разных городов, и это нормальная практика, что там знакомят, устанавливают приятельские отношения, потом приятельские поапгрейдят в дружбу, и приглашают в гости посмотреть свой город, там пожить, соответственно, у себя. То есть, это нормальная практика была, то есть, я Лену пригласил смотреть Москву, и заодно сходить в другой крестный ход, это тоже нормальная практика, потому что такие крестные ходы, это, ну, тоже своя субкультура. Это не все знают, про них, не все ходят в них, не все понимают, какой кайф вообще идти с рюкзаком по грязи. Особый кайф, наверное. Ну, мне очень сильно понравились эти крестные ходы, я в этом плане я даже хуже мужа, еще больше подсела на крестные ходы, вообще просто, не знаю, хотелось бы, конечно, вообще всю жизнь выходить. Кому-то не нравится, что в православном храме надо стоять, в других конфессиях можно сидеть, у нас вот в крестном ходу можно вообще в палате лежать, в службе в служении, так что вот. В крестных ходах вообще очень много экзотики, которые не очень сильно любят. ну, как бы своя, свои развлечения у нас, как бы, ну, непонятно, какой интерес лезть на Эльбрус, рисковать вообще разбиться на свет. А там мы ничего не рискуем, туда приезжаем и просто отдыхаем нормально. Ну, кому что, у кого какие интересы. Своя тут культура, своя тут культура. Да. Илья, спасибо большое за тысячу рублей. Очень большой донат, спасибо, Илья. Денис, 50 рублей. Астра, спроси у них, почему их бог убивает людей. Тамерлан кинул донат, чтобы платочек на стрим поставил клип Господь, Господь. Ну, мы на стрим не сможем посмотреть клип, потому что это будет неудобно. И вот тогда спрошу просто, вы видели клип Господь, Господь Иисус Христос? И что вы думаете? Вот священники некоторые говорят, что это просто верх цинизма и это невозможно слушать и это так сказать богохульство. Вообще-то богохульство они говорят. А что вы думаете? Нам понравился минусовки дайте сделаем кавер, кавер. только минусовка такой, чтобы нас потом YouTube не обвинял в том, что мы что-то нарушаем. Поэтому давайте нам на что делать клип и мы сделаем. У нас даже была такая идея, мы в общем хотели это сделать, но не было минусовки. во-первых и минусовки не было и во-вторых там еще какие-то будут трудности. Ну да. и тут вопрос спросил них, почему их Бог убивает людей? Почему Бог убивает людей? Так, ну, во-первых, Бог дает людям свободу, в том числе и свободу людей убивать и свободу пресекать убийства и свободу устанавливать какой-то общественный политический строй. То есть можно вообще жить рабовладельческим строем, можно потом от рабовладельческого строя перейти к феодальному строю, можно потом перейти к капиталистическому строю, можно даже к социалистическому строю перейти и можно даже строить и коммунизм. Так что Бог дает вообще безумно много свободы. А то, что люди Люди друг друга убивают, так как правило, убивают потому, чтобы при этом пограбить. Потому что в какой-то момент люди поняли, что, ну, примерно в канином веке, что гораздо проще отнимать чужое, чем производить самим. Потом поняли, что вообще удобнее врагов не съедать, а заставлять их работать на себя. Так что вот Бог строит, создал мир, который живет по таким вот законам. Вот поэтому и убийства там происходят. И даже более того, что есть, что Бог различает убийства на криминальной почве, на религиозной почве. Убийства с военной целью. И даже по неосторожности. Ну и мы, поскольку интересуемся темой истории и истории церкви и истории средневековья, то мы очень хорошо понимаем причину конкретных убийств, которые происходили, например, описаны в Библии. То есть если уничтожили по повелению Божьему какой-то город вместе с населением, то это фактически сделали то же самое, как вот человек делает ремонт в квартире. И нашел в шкафу какие-то старые шмотки. И на помойку все выкинуть нафиг. Даже если хорошие? Да, потому что в рабовладельческом строе отношение к людям, это было как отношение к вещам, только вещи говорящие. Забавно. А это вот у нас звучит, это у нас искушение. Лен, выключи свой мобильник. Сейчас вырублю. Так, ну хорошо, и тут еще вопрос о донатерах. Выскушение христианское. Чарли энд ми написал, еще раз привет. Как насчет святых мощей? Не смущает ли факт, что это все-таки конечности муфицированного трупа? В чем смысл мощей и почему, если посмотреть на это со стороны, это выглядит как жуткий языческий ритуал с использованием плоти мертвецов? Не противоречит ли это христианскому догмату? Отношения с мощами, они в христианстве не догматизированы. Это относится исключительно к культуре, к субкультуре, потому что вплоть до того, что, например, на Руси, когда труп не догнил до конца, это хорошо, а на Афоне наоборот. Надо, чтобы труп догнил, и получились ровные, гладкие косточки. Они эти косточки собирают, черепа собирают. Кстати, вот у нас в субкультуре на Симе и в каждом храме вот череп с костями. Кстати, видно его? Да, видно, видно. Так что, как бы, череп с костями, он в христианской культуре присутствует. А насчет трогать мощи и с ней какие-то обряды, лично нам, как людям цивилизованным, это не нравится. Кому-то нравится. Относительно того, как такой обряд возник, он возник в глубокой древности, потому что люди древности, они как животные, они все тянули в рот. Все, что интересно, они к яйцу тащили. На эту тему у Александра Невзорова есть такой клип, где он там поставил патриарха Кирилла, и на его примере говорит, что вот как развивалась эволюция вида хомо-сапии. Что рот, нос и глаза находятся рядом, потому что человек, прежде чем тащить что-то в рот, он это рассматривает, он это нюхает. Вещи, которые приятны, он ближе к лицу подносит. Так и возникло вот это целование мощей, целование святынь. Более того, есть даже в христианстве такая практика, что святые дары из эвхаристической чаши, пока не заел и не запил, не надо трогать, не надо целовать никакую атрибуточку. Почему так возникло? Потому что так слюняло древние люди это все делали, что могли бы и святые дары оставить. Так что это вот как раз именно пережитки древности, которые нам, цивилизованным людям, лично нам, не нравятся, но они в нашей субкультуре существуют. Мы поскольку в этой субкультуре живем, мы добавлю от себя, на самом деле даже целовать можно тоже по-разному, в том числе и очень аккуратно и деликатно. Но при этом получать удовольствие. Но все равно микробы какие-то там уже есть на этих поверхностях. Полно. А Лена, как законченный кинестетик, она вообще обязательно любит все потрогать. Она идет в храм, она обязательно там хоруф потрогает, мощь потрогает. Обязательно ей хочется и священника там за облачение потрогать. Это традиция, она вообще называется, если трогать атрибутику, крестолизация, слово крестолизация. Если трогать облачение священника по образу, как кровоточивая женщина в Евангии потрогала Иисуса Христа и стрелочке. Это называется пополапство, слово лапать попов, а не как можно подумать что-то другое. Так, ясненько. Даниил задонатил 50 рублей. Данил написал, у меня есть друг мусульманин, он говорит, что ислам это истинная религия, а христиане просто заблудшие и Аллах их всех покарает. Вот так вот написал Даниил. Даниил, он не прав с точки зрения ислама, потому что ислам вообще традиционный, он довольно хорошо относится и к иудеям, и к христианам, то есть к людям книги. Так что, ну а если человек верит даже каким-то радикальным мусульманам, то это его право. У нас даже пока с мусульманами нет никаких конфликтов на религиозной почве. Слава Богу. В древности они были. И даже более того, до нас дошли письменные источники, написанные в эпоху, когда христиане с мусульманами воевали. И на этом основании, на основании этих древних письменных источников, некоторые уроды разжигают межрегиональную, межнациональную и межрелигиозную рознь. И они крайне неправы. Потому что любой исторический источник надо анализировать в контексте событий, в которые он написан. Если какие-нибудь жители какого-нибудь Галактической империи прочитают и просмотрят наш чат и наш стрим, они тоже должны делать вывод, исходя из цивилизации, в которой он был записан. Обязательно. В то время будут и христиане, и сатанисты, они будут совершенно другие. И вообще люди будут тоже, может быть, их и другие, может быть, пройдет эволюция человеческого тела, и мы будем выглядеть как-нибудь иначе. Ну, естественно, эволюция никогда не останавливается. Вот тут очень есть такой вопрос провокационный и необычный. Вот связанный с тем скандальным видео, которое вы выложили про баню. Там многие заметили, что вы там в неглиже, так сказать, и рассматривали там, пытались как-то там по скринам смотреть и все такое. И это очень много просмотров видео-то набрало, и писали вот комментарии. И как вы вообще относитесь к этим комментариям, то, что они пишут, и вам христианство это не запрещает? Вот выкладывать видео, где вы в бане, то есть вы почти голый, и, понятное дело, что мы не выкладывали, где все видно, но при этом какие-то части тела, да, все-таки это такой недостаточный вопрос. Да, клубничка пролетала, но, правда, временно только. И мы ее убирали, поэтому клубничку съел только тот, кто успел. А мы заодно научились использовать инструмент YouTube, чтобы удалить фрагмент видео. И причем люди вообще с каким интересом смотрели, что клубничка, которая пролетала буквально полсекунды, она была замечена. Вообще удивительно, конечно, это же... Ну так всем... А, скандальности. Всем же интересно именно это. Да, насчет скандальности. Что самое интересное, что именно христиане, они ничем не возмутились. Как ни странно, да. Потому что христиане, они любят здоровый образ жизни. Христиане любят тему бани. Да. Потому что баня, это, в общем-то, наша древняя русская традиция. И это тоже и сами христиане, очень веселый народ. Конечно, мы видео записывали, ну, чтобы людям было смотреть интересно. Поэтому мы там поминали и тему БДСМ, и тему пытки холодом, пытки горячими предметами, тему хождения мальчиком по снегу. Потому что, в общем, тема БДСМ сейчас почему-то очень активно пиается. Да, почему-то. Даже более того, мы однажды идем в торговый центр, видим магазин крепления семьи, кожевый кролик. Заходим туда. Заходим туда. А там? И там оказалось, ну, немножко не то, что мы ожидали увидеть. И очень хорошо там была представлена тема БДСМ. И очень-очень-очень было ржачно. Да, мы от души поржали. Кэнди Класс понравился. Ну, и сняли, да, такое видео. И что самое интересное, что оно оказалось не очень скандальное. Это видео просто кто-то из наших подписчиков выложил на каком-то форуме в Watch. И там набралось много просмотров. Подписчиков особо много не добавилось. Мы это видео выложили на группе ВКонтакте, где здоровый образ жизни, где баня. Ну, чуть-чуть подписчиков пришло. Оттуда. Так что мы самое главное, что это видео скандальным не считаем. Мы гораздо более скандальным вообще считаем видео, это про аборты. Во, это точно скандальное видео. Которое в нашей субкультуре, оно оказалось скандальным. Именно будет самое скандальное, потому что они составляются. То есть баня не скандальна, пролетающая клубничка, это тоже не скандально. Да. Ассоциации бани и БДСМ, это тоже не скандально. Но высказаться на тему, что из-за того, что женщина не сделала аборт, то есть отказ от аборта ведет к увеличению безотцовщины. Это скандально. То есть высказаться, например, на тему, что однояйцы и близнецы, это противоречит утверждению, что аборт это убийство, это тоже скандально. Да. Даже один батюшка вообще даже пытался с нами закончить всякие отношения, только вот из-за того, что мы такое накалякали там. Да, причем даже более... Причем даже из-за одного видоса, даже не из-за двух. Даже записать видео, где мы празднуем Хэллоуин, это тоже скандально. Баня не скандальна вот. Слава Богу, хоть что-то должно быть не скандально. Так что это как раз вот та самая ситуация конфликта разных субкультур. Вот, Лена, когда училась, у нее было много разных субкультур, да. Расскажи, кто там с кем конфликтовал. Ну, у меня были и Готы, и Эмма, и Гопники, и там еще какие-то, да, металлисты, рокеры были. Ну, например, Готы и Эмма всегда были в большом конфликте. Хотя иногда некоторым представителям удавалось подружиться. Ну, а с Готниками идей другие очень всегда были на ножах. Но с Готниками, как правило, на ножах была всегда и я. Потому что Готники, ну, у них вообще вот такой стиль общения, что очень трудно к ним приспособиться. Вот. А, например, как ни странно, с Готами мне удавалось дружить. Хотя сама никогда не была Готом. И даже не рассматривала как вариант, ну, вообще. Просто дружила, да. Вот, правда, с некоторыми представителями. Ну, видите, да, разные люди есть в различных субкультурах. То есть, наверное, от человека в первую очередь зависит. А я тогда вот, интересно, что такого обилия субкультур не было. Я вот Лену старше на 12 лет. И у нас было только вот попсу, кто слушает. Это типа такие, ну, вообще хуже всех ботаники. Ну, это как бы, они вроде тоже какие-то не совсем правильные. Но в ботаниках можно списывать. А самое вообще крутое, это, ну, металл. Это вот Киз тогда был. Все Кизом все на теле. Потом Пинк Флойд был. И Тус это, ну, вот так, как бы, ну, уважаемое было. Ласковый май, масковый май – это отстой. Примерно, как сейчас Ольга Бузова. Да, только сейчас все слушают Ласковый май и говорят, ох, как же было классно. Все ностальгируют. А вот тогда Ласковый май считался отстойным каким-то. Ну, странно, да. Вот мы сейчас слушаем эти музыки. Это финал Песня года. Да, там в Ютубе выложены все выпуски от 70-х до 2000-х годов. И очень интересно. Это, кстати, тоже православной субкультуре ретро-музыка, ретро-папсу любят. Там молодую Софию Ротару, молодую Алу Пугачеву. Вдруг почему-то все говорят, батюшки, что папса это плохо, папса это плохо. Но стоит показать молодую Софию Ротару или даже молодую Наташу Королёву. И, ой, все сразу так ностальгируют. О, рулится, да, рулится. Королёва рулится. Спрашиваю, сколько сдонатить, чтобы платочки сказали «Авэ-сатан»? Спасисплатно, «Авэ-сатан». Ну, Лена, я смотрю, Лена не хочет. Лена не сказала бы такие слова. Лена, она свои эмоции так сказала. Колян сказал словами, а Лена не сказала «Лена». Так, хорошо. Астровлог, 50 рублей, спасибо. Пишет, ну ок, последний. Как они смогут объяснить концепцию выбора в христианстве? Какая же это свобода, если за один поступок ты идешь в ад, за другой в рай? Разве свобода не наступает, только если за оба поступка ты бы попал в одно и то же место рай, например? Свобода такова, что мы можем делать все, что хотим. А рай и ад – это будет решать Бог по соответствии с тому, какой наша личность сформировалась. И где этой личности такой вот будет удобно. На эту тему вообще есть тоже свобода разных мнений. И разные христианские мыслистели высказывались очень сильно по-разному. Лена, смехай. Это у нас такие семейные разборки. Мы, кстати, как православные, периодически ругаемся, периодически миримся, периодически обнимаемся. Ну, это нормально. Ругаться и мириться в семье – это норм. Так, Реджи Мантос, спасибо за 100 рублей. Написал «Сам Сатана и есть Бог». Пожалуйста. Тут же еще есть такой момент, что что вы подразумеваете под термином «сатана» и под образом «сатаны» и что вы подразумеваете под образом Бога. Это в каждой религии свое и даже в каждой субкультуре свое. Потому что, например, для христиан «сатана» – это такой контрагент, который всегда кинет, который вообще настолько плохой, с которым вообще невозможно вести какие-либо договора. Короче говоря, с ним каши не сваришь. Поэтому и в христианстве нет какого-то вообще общения с дьяволом, какого-то вызова дьявола, потому что он такой, что с ним нельзя какие-то отношения строить. Есть переживки язычества в христианстве, потому что русская культура, она содержит в себе и христианские атрибуты, и языческие. То есть на высшем уровне у князя христианства в каждой конкретной деревне Гадюкино находится полным-полно языческих атрибутов. И все христианские праздники устанавливались поверх традиционных языческих. И в каждом, под каждым домиком и коньский чай, и изображение и солнышка, и изображение текушка, и разные обряды, чтобы коровы доились, курицы неслись, солнышко грело, дождь шел в нужное время. Там даже более того, полно и сексуальных пережитков, чтобы мальчики и девочек любили, а девочки и рожали. Много мальчиков желательно. И чтобы обряды там, для того, чтобы родилась девочка, для того, чтобы родился мальчик. Да, для того, чтобы родился мальчик. Поэтому, например, классический добрый медведь, это у нас позаимствован из язычества. Потому что медведь это господствующий хищник, и поэтому, когда мы медведя изображаем такого доброго, ласкового, то это значит, что мы медведю говорим, ну, медведь, ты смотри, ты такой добрый, ласковый, поэтому ты нам вообще ничего плохого не делай, потому что ты добрый, хороший, ласковый. Ты вообще нам должен не нашу скотину гробить, а нам мед приносить. Потому что для христианина, вообще для человека века какого-то 13-14, победить медведя, это, в общем, как победить мамонта. Неизвестно, кого проще было первобытным, например, побеждать мамонта, или средневековым жителям побеждать медведя. Потому что медведь, он и хищник, и не дурак. Так что, это... То есть, русская культура, она сформирована на основании и христианства, и язычества, а православную культуру это придумали православные мракобесы. А почему? Только мракобесы? Именно мракобесы. Потому что, ну, судя по тому, что под этим делом пытается преподавать, ну, это же ужас. Это даже вот есть такой блогер по имени Киберпоп Алексей Федосов. О, отец Андрея Федосов. Ой, Андрей Федосов. Добрый такой батюшка праздничный. Бывший священник, сейчас учится на психолога, и восстановил все свои блоги, которые его заставило церковное начальство закрыть. И так вот, он как раз сначала активно основы православной культуры в школу не продвигал. Потом в этом раскаялся. Кстати, благодаря православной, благодаря предмету основы православной культуры, вообще-то, сатанисты, гиалопоконники и рандоверы и прочие язычники должны вообще ФПЦ благодарить. Потому что они никакими своими проповедями, никакими своими письменными и иными источниками, они столько себе поклонников бы никогда не получили, сколько получили благодаря проповеди в православие. Благодаря христианству, да. Потому что к ним идут просто ради того, чтобы не быть с РПЦ. Чтобы быть в оппозиции. Да. Это типа как, вот, есть Путин, а есть кандидат против всех. И голосует за кандидата против всех. Потом он бирает кандидата против всех, появляется какой-нибудь там Навальный, Жириновский. Или, например, Валерий Пашкин. Ну, что-нибудь, да. Кстати, сейчас вот, я даже не удивлюсь, если Сергея Романова выдвинут в президенты, и за него бы голосует дико много людей. А я думаю, вряд ли, потому что сейчас все новости про него очень негативного характера, и все прям очень негативно настроены по отношению к Сергию Романову. Так, черный пират, он там не лучший. Ну, и в любом случае, все эти выборы, понятное дело, как происходят. Там воля изъявления граждан вообще, как бы, никак не учитывается. Следим за этой темой. Мы также интересуемся и политикой, с удовольствием слушаем канал Опер.ру, Гоблина, Жукова. С удовольствием тоже политэкономию, ликбедж по политэкономии, по марксизму. Слушаем, так что мы следим за этой темой. Так, еще донат, Charlie and Me, спасибо за 50 рублей. Ну, и на последний, на пасашок, вопрос на тему одержимости. По мнению Платочка, это диагноз и разновидность психологического расстройства? Или все-таки душой человека владела сущность в виде гномика? Как говорил Волан Берлиозу, если бога нет, то как насчет дьявола в контексте душевного заболевания? Ну, вообще, я бы сказала, что мнения Платочков в этом вопросе, конечно, разошлись. Потому что кроме просто психического расстройства, что тоже не исключено, бывает действительно и, собственно, присутствие веса там, где его быть не должно. И тогда никакие медицинские средства, естественно, не помогут. А как раз молитва об исцелении тут-то как раз может и помочь. А вы видели настоящих одержимых именно вот бесами? Как они себя ведут? Их видела. И более того, скажу, что у всех абсолютно разная была, встречается клиническая картина. Для наличия одного и того же диагноза. Вот самое главное, вот какой момент, что психиатрические болезни, они диагностируют психиатрами. Но психиатрия, она гораздо менее развита, чем, к примеру, какая-нибудь инойная хирургия. И это оставляет место для того, чтобы здесь была религия. То есть, когда невозможно психический диагноз поставить, то тогда можно попробовать с религиозной точки зрения чего-то объяснить. И даже чего-то обличить с помощью религии. Иногда даже помогает. Да, причем я могу сказать, что даже когда психиатрия будет развита гораздо больше, чем сейчас, то там тогда уже легче будет именно дифференцировать заболевания того или иного типа. Поэтому как раз на теме психиатрии очень хорошо наблюдать взаимодействие науки и религии. То есть, как наука потихоньку вытесняет религию из каких-то областей, где она долгое время присутствовала. И как религия в то же время занимает какие-то области, где наука не может сказать свое научное слово и применить свои научные методы. То есть, где наука может выстроить эксперимент поставить, провести наблюдения объективные, выявить причинно-следственные связи. Вот как раз это очень интересно наблюдать. Нам, как людям, которые интересуются и наукой, и которые интересуются и религией, которые имеют знания и там, и там. Да, тут туловище задонатил 1484 рубля на стул, потому что я собираю деньги на новый стул, чтобы у меня не болело одно место, потому что у меня он очень старый. И туловище закрыл мне донат. Спасибо большое туловище за такую большую сумму. Да, поздравляем, Анечка, добрая. Теперь я буду сидеть на нормальном мягком стуле, и у меня не будет ничего болеть, и не будет у меня синяков на одном месте. Спасибо большое. Да, Анечка, потому что мы тебя очень любим и тебе сопереживаем, поэтому мы очень рады, что у тебя есть возможность покрыть эту нужду. Надеемся даже, что Астра этот стул покажет в одном из стримов. Ну так я же буду на нем сидеть, так все будут видеть. Спасибо большое. Так, Blacknet тоже задонатил, спасибо за 50 рублей. Платочек, что думаете про Фургало? Не знаю, что это такое. Что это такое? Путин ваш царь, Астра почти собрали на стул для жопы. О, его тоже собрали, да. Фургало, я не знаю, что такое. Ссылочку ждем, когда выслышим свое мнение. Не знаю, что такое Фургало, может быть вы знаете. А, что я не знаю. Не знаю, честно. Угу. Надо погулять. Шлите нам. Что это такое? Путин ваш царь, спрашивают. Путин наш президент. Мы даже однажды за него голосовали. Да, один раз даже проголосовать, я думаю, спрашиваю. Даже более того, что перед тем, как знакомить Лену со своей мамой, я показал ей пресс-конференцию с участием Путина и сказал, когда будешь общаться с потенциальной свекровью, фильтруй базар. Учись у Путина, говорить. Не говори лишнего, говори аккуратно. Еще такого тоже политика Лаврова. Да, кстати. Вот мне, в принципе, эти люди очень симпатичны. Нам нравится, то есть не всегда с какими-то моментами политики мы согласны, потому что у нас капитализм и президент защищает интересы крупного капитала. Но чисто от того, как конкретный политик что-то говорит и как конкретный политик поступает в той или иной политической ситуации, нам нравится, когда политик умный. И когда политик, он такой стратег. Ну, поэтому он нам как раз симпатичен. Потому что мы сами любим, когда любим стратегическое мышление. Поэтому, когда политик мыслит стратегически, нам это больше нравится, чем когда политик мыслит как-то шаблонно или мыслит как-то экстремистически. Да, поэтому мы любим за ним наблюдать и очень любим его слушать. Потому что лично мне с ним очень интересно. Ну и в конце концов, поскольку мы живем в Российской Федерации, то даже если бы Путин нам очень сильно не нравился, то все равно он был нашим президентом. Ну, это да. Монархистом не сможет. Хотя быть монархистом в православной сфер-культуре очень можно. Да. Тут написали, что Фургал это губернатор Хабаровского края. Вот так вот. Ну, мы не в курсе. Знаем, что там какие-то с ним разборки связаны. Но за ситуацией с ним мы не следим. Мы за Сергием Романовым следим. Потому что Сергием Романовым все-таки к религии и к РПЦ относятся. А я очень люблю священников, причем самых разных. Хабаровск для нас очень-очень далеко. Ну да. Да он тоже далеко. Хотя в Магадан был. В Магадан это, по крайней мере, моя земля, где я родилась и росла. Там и земляки находятся. Про Магаданский храм, это мы следили. Лемка даже помнит, что за долгострой был на месте этого храма. Конечно, напомню. И этот долгострой, и как этот храм строили с нуля. Там столько было правоводчик, столько затруднений, но наконец-то построили. Стало красиво. И еще вопрос очень насущный. Вы христиане, но при этом вы child free. И вот у многих возникает вопрос, почему вы child free и почему вы не хотите детей? Не хотим, потому что не можем. Это просто не можно. По медицинским показаниям. Получилось. Да, по медицинским показаниям. По медицинским показаниям получилось, что просто когда еще в юности, по семейным обстоятельствам, мне пришлось сделать стерилизацию. А потом в результате, когда я вышла замуж, и муж хотел отменять детей, и я пыталась воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. Но мне показали буквально во всем. Причем не только в ЭКО, но даже в пластике труб. Объясняю это тем, что мне по моему основному заболеванию противопоказано не только ВРТ, но даже просто обычная беременность. Ироды. Надо дополнить еще, что энцефалопатия, это обычно у людей, которые далеки от медицины, ассоциируется с тем, что имбецил, дебил и идиот, то есть с глупостью. А на самом деле головной мозг, он функционирует как центральный процессор у компьютера. И когда процессор глючит, то это не значит, что компьютер медленно работает, а ломается все подряд. В общем, поэтому при беременности организм женщины перестраивается, и если проблемы с головным мозгом, то может выскочить в любом другом месте организма. Поэтому беременность противопоказана, то есть при таких проблемах с головой, это неизвестно потом, что и как лечить, где это выльется. То есть может человек ослепнуть, оглохнуть, может парализовать, может еще хуже с головой пойти. Или тоже может родиться больной ребенок, причем очень больной, за которым даже ухаживать будет очень-очень тяжело. Причем даже в первую очередь сама женщина может очень сильно подорвать свое здоровье. То есть если обычная беременность иногда проходит в случае осложнений, то при больном головном мозге таких осложнений может быть еще больше. Лена, она наблюдается сразу у кучи врачей, имеет инвалидность по этой проблеме, периодически и у глотного врача, и у каких-то врачей. Ну и у психиатра, и у невролога я наблюдаюсь. Ну у инфекциониста тоже, потому что у меня гепатитции есть. Потом кто еще? Гастроэнтеролог? Ну вместо гастроэнтеролога у меня просто терапевт, но по этой части тоже наблюдается. Потом все, что касается железа, как бы вот эндокринолога, то есть вот такая проблема. То есть вот это называется, кто не может иметь детей, это называется childless, то есть бездетный. А childfree – это те, кто понимают плюсы бездетности. А childfree – это те, кто просто не любит детей. Ненавиданных. Младший брат или младшая сестра или племянница. То есть мы childfree, которые проапгрейдены из childless. То есть как только мы поняли, что мы детей иметь не можем, мы сразу начали интересоваться, а как вообще живут бездетные. И обнаружили такую вообще идеологию childfree. И даже узнали, что она имеет изначально христианские корни. Возникла childfree в Америке, когда экономический кредит и спад производства, то американцы, которые привыкли жить в кредит, они видят производство свертывается, и они думают, вот сейчас мы будем рожать ребеночка, ему сразу будем брать кредит на его образование. А на кого его учить, если ему через 10-20 лет негде не учиться, не работать. И тогда они смотрят, а какие вообще варианты? А варианты только криминалу. А в криминале это значит, он будет и убивать, и воровать. То есть заведомо он будет настроен на несоблюдение христианских заповедей. И не бойтесь того, кто убивает тело, души повредить не может, бойтесь тех, кто может погубить душу. И поэтому лучше детей в этой ситуации не иметь. Даже более того, если аборт это убийство, лучше убить нерожденного младенца, чем он вырастет бандитом, вором или убийцей. То есть человек-фри изначально это христианское мировоззрение, возникшее в определенной стране, в определенное время, в определенной экономической и политической ситуации. Но православные батюшки, они же имеют догмат аборт это убийство, и поэтому какие-то неприглядные стороны человек-фри, ну, как-то стараются замолчать. То есть брать ребенка, допустим, из детдома тоже не вариант для вас, да? Ну, пожалуйста, можно взять из детдома какого-нибудь гиперактивного ребенка СДВГ, которому надо на лечение в год пару миллионов тратить. Это во-первых. А во-вторых, у него тенденция кидаться камнями из окна, если он рядом с другими, то он может кого-то ударить, кого-то в глаз ручкой ткнуть. У нас нет денег, чтобы компенсировать нанесенные этим ребенком материальные и моральные ущербы. У нас нет денег, чтобы его лечить. Это во-первых. У меня нет денег даже на свои собственные лекарства, чтобы себе купить противовирусный препарат, чтобы вылечить гепатит С и иметь возможность заниматься донорством, например. Тут же даже момент такой, нам никто не даст, а нам скажут, а сколько муж зарабатывает, а почему у жены, ну вот, инвалидность. Ничего не по такой болезни, как вот у меня. Поэтому здесь очень такая подмена понятий. Берите опекун, что у нас каким-нибудь ребенком, таким, такой вот, ну, не совсем правильный, а потом, если что-то случится, то вы же сами будете крайними, то вы за ним не уследили. А что такое СДВГ, это мы сплошь и рядом в храмах наблюдаем, потому что полным-полно многодетных мамочек, своих трое, плюс трое приемных, и вот этот зато не аборт бегает по храму, куча и детей какой-то частью. Вот такая дыуда здоровенная, 14-летняя берет и бьет в лицо девочку, которой 10 лет, и которая ее на голову ниже. Ну, это сразу слезы, плач, батюшка говорит больше, чтобы в храме не было. А еще не только может отдарить эту девочку, а еще может прокинуть чашу у батюшки. Она сплошь и рядом, там и орала, и пыталась ей евхаистическую чашу опрокинуть. Это вообще, это, дай бог, терпение. Поэтому у педагогов и психиатров есть даже такой термин, зато не аборт. Да, есть такой термин. Но если мы употребим такой термин в христианском чате, то это сразу следует бан. Потому что есть такие вещи, о которых не принято говорить в христианской культуре. Или вот тоже, когда меня пытаются всячески не допускать близко к патриарху, я обычно волонтерам так и отвечаю. Да, вот я такая вся больная, но зато не аборт. Видите-ка. Ай, блин, я, да, зато не аборт. Спасибо, мои мамочки, включите. Родила меня на вашу голову. Поэтому всё-таки, знаете, хоть немножечко мне это... Я хочу сказать зрителям, что они могут задонатить Коляну Подкову и Лене Магадан, если вы оставите ссылку, прикрепите на канал. Так что с удовольствием можно задонатить. Любую сумму. Так, BlackNet, спасибо за 50 рублей, написал. Это губернатор, которого судят по фейковому делу. Народ уже 8 дней на улицу выходят, десятками тысяч. Царю Путину не понравилось, что в регионе мало голосов за него было. О, ничего себе. Это не за него, это по поводу Конституции, наверное. Там мало голосов, типа, за то, чтобы поправки внести. Насколько я понимаю. Ну, мы всегда, когда идёт какой-то суд, у нас первое правило – материалы уголовного дела в студию. Да, обязательно. Потому что, как можно оценить, например, его по политической теме в суде или по уголовной. Мы с удовольствием слушаем такие материалы на тему антидудинг. То есть, есть такой спортивный комментатор Дудь, который тоже увлёкся политикой и пишет видео на тему событий послереволюционных. Так называемых сталинских репрессий. И вот, например, какого-нибудь человека объявляют, что он страдал за веру и осуждён по политической статье. А он берёт антидудинг – это… я не помню, кто там на оперу… Ой, вылетел из головы очень добрый человек, какой-то очень интересный. Ну, в общем, антидудинг делают как? Берут из архива уголовное дело и анализируют. И выясняется, что кроме того, как говорить гадости про советскую власть, он сначала мародёрствовал, потом его с поличным взяли. Потом он дал кирпичом по голове конвоиру, забрал у конвоира, убил его, забрал у конвоира автомат, сбежал с этим автоматом. Этот автомат где-то прятал, его не применял, но помогал всячески местным бандитам. Поэтому, поскольку он никого больше не убивал, его, в общем, не расстреляли, а его сослали, в общем, по политической статье, за контрреволюционную деятельность. Поэтому мы не знаем, что там было у этого губернатора. Поэтому, если бы мы видели материалы уголовного дела, и все остальные, кто на митинг, в его защиту входят, то, может быть, они бы не стали его защищать. Да. Поэтому мы, когда не полнока информации, мы никогда не постараемся не делать выводы. Ну, иногда просто можем предполагать что-то, гадать что-то, а вдруг там было что-то ещё. Да, может быть так, а может быть, я так не знаю. А вообще, насчёт кандидудинга и, собственно, и Дудя, ну, мне нравится слушать этих людей, потому что с ними очень интересно. То есть мы интересуемся политикой исключительно не как такое, что кого-то зовут на митинг против кого-то, а как и по какому сценарию... Просто чтобы понимать, что за процессы происходят, что... ...как и по какому сценарию развивается какое политическое событие и какие политические силы в нём участвуют. Да, да. И, кстати, иногда даже нам интереснее политические ситуации давно минувших дней, потому что там больше информации раскрыто. И они могут тоже помогать понимать, что на сегодня происходит вот около нас, собственно. То есть про какого-нибудь Петра Первого иногда получается, что мы вроде знаем больше, чем про текущего президента. Вот как ни странно, да, почему-то. Ну вот, да, такой парадокс истории, что, в одной стороны, чем меньше времени прошло с события до письменного источника, то вроде должно быть более достоверно, но, с другой стороны, какие-то моменты засекречены, какие-то фейки есть. Что-то неопровергнуто. Так, тут в чате пишут, очень красивая прическа у гостей, очень идёт. Здорово, спасибо большое, добрые друзья мои. Так, Джим, спасибо за 25 рублей, написал, «У платочков восприятие христианской веры довольно корявое и отличает язычество от православия. Аборты для них незначительная мелочь. Наверняка и адренохром они не прочь умазаться. Пора уже платочкам провести перевёрнутое перекрещение в сатанистов». Что такое? За что? Что за бред? Если ты проведёшь в тёмный обряд просвещения платочков сатанисты, Астра, мне кажется, они будут только за. Да что за бред вообще? Ну да, зато не аборт. Да, зато не аборт. Не надо мне никаких обрядов, я сдохну. Во-первых, мне не 16 лет, мне 33 года. Это уже совсем другое. Ленка, рационалист. В общем, смысл такой, что по существу, по существу. По существу объясните, что мы натворили. Не что мы натворили, а в чём мы конкретно, по какой христианской теме мы высказали не так. Это можно перейти просто в комментарии под видеороликами. Писать на письмаре. Да, канала Платочек. Писать на комментарии. И писать там сколько угодно своё мнение, поднимать статистику. И вот, соответствующим видео, пишите комменты. И объясните заодно, за что санкции. Да, санкциях мы не боимся. А я боюсь, потому что я, честно, призванюсь... А поскольку мы в интернете, мы возьмём им и за это санкции поставим дизлайк. И не только дизлайк, а ещё и напишем видос про такой буллинг, который на нас может обрушиться. Санкции буллингов мы можем дизлайкать, можем посылать в банк, интернет даёт для этого очень большие возможности. Я согласна. Но самое главное, чтобы живую не поймали и не... А кому ты нужна в живую? Да, ещё вопрос, кстати говоря, по поводу ваших видеороликов. Вы на каждом видеоролике, я заметила, пьёте какие-то горячительные напитки. Это у вас просто такой стиль, атрибутика такая вот для атмосферы? Или вы действительно вот так много употребляете алкоголь? Потому что очень многие пишут, говорят, что вот платочки так много пьют. Что-то такое. Можете как-то развить их какие-то догадки. Ну, во-первых, это далеко не каждый видос такой. И вообще в половине из случаев, а то и больше, там может быть или просто присутствие напитка, который, в принципе, не потребляется, или даже может быть бутафория. Или чай. То есть, например, где есть чай. Обратите внимание, кстати, вот в одном из видео, в одном из последних, там бутылка коньяка стоит не открытая. А в бокалах у нас чай. Да. Это правда очень невнимательно. Там нужно сильно много пить, но куда? Мои слабые организмы этого мне не позволят. Мы пьем гораздо меньше, чем это показываем. А поскольку у нас в нашей стране алкоголь, он очень вошел вообще в культуру русского народа, то очень много ситуаций, которые говорят, нельзя решить без бутылки. Поэтому в кадре присутствует бутылка. Потом у нас некоторые видео посвящены праздникам. Опять же, праздник невозможен без алкогольного напитка. И есть еще такие товарищи, которые позицируют себя как абсолютно не пьющие. И из этого делают некий такой свой культ, что типа алкоголь – это вообще безумно плохо. Я принципиально вообще не пью, совсем не пью. И чтобы нас к ним не причисляли, поскольку в православии очень много, это тоже модная субкультура. Там культ не пить, ничего. А в то же время там себя закачивают всякие там стоки, закачивают чаи с кучей пирожных, мороженых. А вот как в христианстве не пьют, если вот причащаться нужно вино? Так там такая капелька. Ну там такая капелька. Но это же все равно алкоголь. Ну если такой принципиальный человек попадет и скажет, что ему не нальют вино, а нальют там сок, например, это же уже не по канону. Ну это не считается алкоголем, потому что это алкоголь, на котором свершен христианский религиозный абриархт. Во-первых, а во-вторых, там действительно такая дозировка, что даже если бы крепость была бы значительно больше, чем у традиционного вина, никто бы не почувствовал. Но на эту тему, кстати, имело место быть такое событие, как индусы потролили христианских миссионеров. То есть христианские миссионеры сделали так. Когда индусы купались ритуально в своей грязной, вонючей реке Ганг, христианский священник читает свои молитвы, а потом говорит, а теперь вы должны нам донат, добровольно, по принуждению. А индусы сказали в ответ, ага, поскольку у вас алкоголь в ваших религиозных обрядах, то каждое место, где присутствует алкоголь, считается нечистым. Поэтому ваши храмы для нас вообще не храмы, а что-то на уровне кабака. Поэтому вот такими религиозными обрядами, в общем, такими религиозными дубинами, в общем, обменялись. Так что да, иногда такое бывает. Значит, ну-ка, ну и вообще к алкоголю относимся нормально, а если кто-то такой зожник, что это мешает ему притчащаться и быть христианином, ну это его проблема. Может быть, не надо быть таким зожником, а просто вести нормальный здоровый образ жизни и пить в меру. Мы ведем здоровый образ жизни, и нам это абсолютно не мешает не только притчащаться, но даже иногда немножко выпить. Кроме того, выпить иногда бывает нужно для праздничного настроения и для прокачки супружеских отношений к паре. Потому что, находясь вдвоем наедине и выпивая в романтической обстановке алкогольный напиток, это просто романтично. Это приятно. Ну, а как мило. Так, ну давайте вот тогда такой вопрос. Раз уже у вас тема ролика про семейные отношения, про как познакомиться христианину в православном клубе знакомств, то расскажите тогда вот такой вот прям кратко лайфхак, как познакомиться христианке с христианином, ну, допустим, или найти вот такого человека христиан, христианина, допустим, очень верующего по интересам, ну или наоборот, христиану найти такую девушку. Значит, как познакомиться или как продолжать отношения, это две принципиальные вещи. Потому что познакомиться довольно просто, гораздо сложнее отношения продолжать. И более того, ещё сложнее отношения апгрейдить, например, из дружбы. Вот как за пикапи, так, чтобы девушка, допустим, вот сразу сказала, всё, я хочу там замуж за тебя. Значит, сказать можно всё, что угодно, но какие потом будут в результате этого отношения, это ужасно. Если идёт речь о том, чтобы построить какие-нибудь долгоиграющие отношения, например, приятельские, мы кучу народа в клубах перезнакомили по такому сценарию. Значит, вот приходим мы на тусовку, где народ пьёт чай, знакомится, беседует о православной семье. Ну, это как бы у нас теоретики такие, как, ну да, потому что в христианских клубах модно именно про семью, про знакомство, про любовь, общаться. Вот мы тусовались. Потом мы после клуба любим гулять по вечерней, по ночной Москве. Идём гуляем по Красной площади, по Бульварному кольцу. Если холодно или дождливо, идём в ГУМ, там всегда какие-то красивые витрины, какие-то инсталляции. В общем, мы так вдвоём развлекаемся. И вот, допустим, мальчик с девочкой познакомим в этом клубе. И они хотят как-то свои отношения немножко продолжать. И мы идём гулять в формате. Вот мы пара, и они пара. И, соответственно, вот так гуляем. Такой формат удобен тем, что, во-первых, если какие-то вопросы, ну, какие-то бывает неудобно как-то мальчику с девочкой общаться, он не знает, как себя вести, как, что сказать, там, стоит ли там девушку обнять, там, стоит ли её за ручку взять, поцеловать, куда пойти. То вот, пожалуйста, смотрите пара на нас. Вот мы такая же пара. Не смотрите на то, что мы 7 лет в браке, когда мы на улице, когда мы в общественном месте, то отношения между мальчиком и девочкой строятся по одному и тому же принципу. А насчёт большего, это, ну, сначала вы не распадитесь как пара, хотя бы в ближайший месяц. А уже потом будет между собой что-то решаться. Тогда хотя бы отношения будут у вас более-менее дружеские, а не просто случайно познакомившиеся. Да, это точно. И вот мы, как раз, бывает, идём гуляем и ужасом слушаем, что они всё на другом поверят. Это Петрофеврец. Да, Петрофеврец, точно. Петрофеврец. Вот есть Петрофеврочка, это отношения между мальчиками и девочкой, православной шуткультурой, в честь святых Петрофевронных, которые на моей футболке изображены. Кстати, тоже один из моих самых любимых святых. Ну и вот. И вот так мы кучу народа перезнакомили. То есть, именно погулять где-то в формате пара плюс пара. И у этого ещё очень, вот такого стиля, тоже очень хорошие лайфхаки. Потому что, ну, иногда мальчики и девочки любят опаздывать. Если приходим в клуб на мероприятие, ну, приходите с опозданием, как бы, вот, пойдёте похоже. Никто не скучает, никто вас не ждёт. Мы кушуемся в клубе. Опоздали вы на час? Ну, как бы опоздали, но главное, что встретим. Ну, в принципе, да. Дальше. После клуба мы пошли куда-то гулять. Свободная программа. Если этот человек вам сразу уже не понравился и не хочется вообще дальше какие-то отношения развивать, то мы вас проводим до метро, сядите вы до метро и поедете дальше. Может быть, даже обменяйтесь телефонами для пара, чтобы потом больше никогда не встречаться. Тоже удобно. Ну, и если просто какие-то обстоятельства, чтобы спросить опытного человека, мальчика-мальчика, или девочка-девочка, или девочка-мальчика, девочка-мальчик-девочка, как бы, по перекрёсной ссылке, то тоже есть такая возможность. Ну, а что? Посоветуй друг, как поступить. Посоветуй подруга, как поступить. Ну, как бы, сплошь и рядом. Теперь договориться ещё насчёт такого-то мероприятия. А где нам ещё встретиться? Потому что велика вероятность у современных людей, что они вот договорятся, с телефонами обменялись, договорились потом встречаться, а потом или опаздывают, или на встречу не приходят. Это сплошь и рядом. Тоже очень часто бывает. Поэтому удобно встречаться на каком-то мероприятии. То есть это мы говорим как семейные и любители, как любители темы знакомства, что встречаться на мероприятии – это многократно лучше, чем встречаться просто вдвоём, пойти куда-то. Плюс ещё вы вдвоём не договоритесь, скорее всего, куда вы пойти хотите. Или пойдёте вы в такое место, которое интересно или одному человеку, или которое интересно сразу двоим. Ну так, если кто-то захочет вот и зрителей познакомиться, можно с радостью обращаться к Коляну Плоткову, Лене Магадан. Не волнуйте. Мы можем вообще проводить консультации на эту тему. Да, кстати, очень хорошая тема. Можно стримить и как раз-таки отвечать на подобные вопросы, и всем будет интересно. Скалькасовский, значит, 50 рублей, написал, может, соберём Гелене деньги на лечение гепатита. Лечение реально дорогое, но эффективное. Я так понял, речь идёт о препарате Сафазбувир. Не знаю. Ну, как один из вариантов, это может быть. Хотя бы на микрофон печеньку. Ну, вот сколько такой препарат стоит, чтобы примерно вот понимать, сколько нужно собрать? На самом деле, Ленка, скорее всего, это и не пропишет. Дело в том, что там есть разные варианты препаратов, и Сафазбувир – это только лишь часть большой истории. Ну, вот там, по-моему, как мне врач говорил, что даже аж где-то около полу ляма может идти на лечение. Ого, ну, это долгий процесс. И это ещё далеко не факт, что будет вылечено, потому что у каждого препарата есть определённая побочка. И такое тоже может быть. И когда ослабленный больной, то его тяжелее лечить. Полно препаратов, других более таких, которые бывают нужны. А как блогерам у нас гораздо более такие скромные иногда возникают потребности. Типа где-то себя копировать и где-то докупить подходящую технику. Потому что сейчас, например… Ну, техника, по сравнению с лекарствами, конечно, она стоит не так дорого, конечно. Ну, по всякому. Потому что мы, поскольку блогеры начинающие, мы используем пока технику примитивную. Потому что неизвестно, насколько у нас это блогерство пойдёт. Да, будет ли получаться. Так, по-моему, уже пошло, уже первые тысячи подписчиков есть. Ну, тысячи подписчиков появилось. Нужно подключить монетизацию, вот ещё уже можно подключить. Да, у нас была подключация. То есть некоторые вообще бывают, что блогеры с меньшим количеством подписчиков, они бы вообще ужаснулись и видели, какой техникой мы снимаем. Но на самом деле, как бы, пока пристреливались. Главное – это контент, главное – это суть, а не техника. Делать контент. Да, по технику мы любим, конечно. Так, читер заносит 50 рублей. Привет, как вы относитесь к староверам и ведам? Так, а это разные кусочки, совершенно разные культуры. Да, разные абсолютно вещи, да. Веды – это вообще, в первую очередь, в основном, уходит куда-то туда, в Индию. Это индуизм и неоиндуизм. Безумно много разных компаний, безумно много разных субкультур. Есть старообрядцы, которые с нами ходят в великолепный крестный ход. А старообрядцы – это, да, это христиане. Ну да, старообрядцы – это просто нормальные христиане. Более того, они активно претендует на то, что Серафим Саровский – это не Никоновиц, а это всё-таки Абаконовиц. И приводят разные доказательства того. Но мы им ничего возразить не можем, потому что поэтому вопросы некомпетентны. Так, понятно. Задавайте свои вопросы ещё, можете донатить. Через ссылку. Ну, тут, конечно, такие вопросы бывают очень интимного характера. Я думаю, они, я думаю, с целью посмеяться пишутся, они действительно интересуются. Как вы относитесь к порно? Как вы относитесь к сексу? И вот такие вот вопросы. Можете что-то ответить? Значит, как относимся к порно? Значит, ну, она существует. Порно – это секс на экране, на публике. Ну, как бы да. Поэтому оно вокруг нас существует, поскольку мы их существуем в интернете. Иногда это порно добивает. Иногда оно цепляется без нашего всякого желания. В рекламе там ещё где-то. То есть оно больше нас раздражает. Если вопрос, используем ли мы порно для самовозбуждения, нет, не используем. Не используем абсолютно. Потому что у нас, как бы нам дополнительно ничего не надо, у нас все эти процессы происходят естественным путём. Ну, и натуралы, самодостаточные. Как бы интимные в жизнь свою на публику не выставляем. Иногда можем подыграть в разговоре на тему интима, на тему секса, потому что эти темы популярны. Например, видео в бане, мы как бы снимали видео явно про баню. Но поскольку народ любит Хохмана на тему АБДСМ, 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 подыгрываем, как людям нравится. Ну, меру знаем, меру соблюдаем. Ну, естественно, просто в рамках приличия, как бы, ну, подыграли, но, как бы, так на обычный натурал. Так, в нашей субкультуре православии секса нет. Даже нет эротики. Вместо этого у нас есть... Это же эротика. Это отдельная тема. Так, а насчёт анонизма, да, вот тоже вопрос такой. В христианстве это запрещено? Не требуется, абсолютно. Лично нам просто это не требуется. Анонизм мы воспринимаем, в первую очередь, как что-то не сексуальное, а как что-то техническое. То есть, например, на даче мы регулярно занимаемся анонизмом с нашими провайдерами. Связь плохая, анонировались в теле-2, переключились на МТС, вроде стало получше, потом опять пошла мастурбация. Ну, ещё мне тоже приходится там периодически заниматься анонизмом, который называется «прополка сорняков». В плане личной жизни, ну, как бы мы натура, у нас классика всё. А если кто-то там в монастыре занимается мастурбацией для самоудовлетворения, ну, это же, как бы, вопрос их личной жизни, то есть, интимная жизнь, она на то и интимная, что она или индивидуальная, или для двоих. Поэтому, если там обсуждать тему секса или как культура, или как медицина, то это тогда надо обсуждать именно в конкретном контенте. В определенном контенте, да, точно. Нет, ну, можно не отвечать на такие вопросы. Ну, а почему бы не, если людей это интересует. Ну, а почему бы и нет. Ну, это всех всегда интересует. Тема же интересная. Ну, особенно не перебираем вопросы, а просто вот... То есть тема же интересная, и как показывает практика, что там даже лайки прилетают, подписчики прилетают, просмотры прилетают. Ну, слабо, да, здорово. Зачем мне отвечать? Ну, вот именно, действительно, точно. Так, вопрос еще... Вы думаете, секс и православие это людей так интересует безумно? Ну, да, кстати, удивительно, вот, но в православии, вот вообще в христианстве так зациклено все прям на теме секса. Вот мастурбировать нельзя, секс до свадьбы это грех. Проституция, там, все вот эти вот штуки сексуального характера, там, которые продаются в магазинах, секс-игрушки. Это тоже грех, там, вот столько прям вот все зациклено на вот этих вот грехах именно вот сексуального характера. Такое ощущение, что это прям какие-то комплексы, вот, от того, что... От того, что у людей просто нехватка этого, вот, допустим, как монахи, они же сидят в своих монастырях, и они же этого всего не получают, и они пытаются каким-то образом, вот, запретить это всем. Это якобы фрустрация, что ли, да? Есть такая тема, да. Причем, кстати, я могу сказать более того, что у кого-то фрустрация действительно может иметь место быть, но не у всех, потому что довольно много так называемых асексуалов, которые даже, там, в том же монастыре или даже вне монастыря, но, например, не имея какой-то пары, комфортно себя чувствуют при полном абсолютном отсутствии секса как такового, и, как бы, даже просто их вообще в эту область даже не тянет. Да, и прекрасно себя чувствуют, там, занимаются своим каким-то девом любым, там, в монастыре тоже прекрасно себя чувствуют, там, занимаются молитвой, занимаются работой с людьми, занимаются, там, послушаниями просто текущими, и как-то вот их эта тема вообще не беспокоит абсолютно. Полно я таких людей сама знаю. А есть, кстати, еще и обратное направление, что всякие старцы, так называемые, которые очень любят тему блудных грехов, тему, там, есть священники, которые любят говорить про секс, духовничество, духовно окормляться к ним, там, ходят девочки, ходят мальчики, вот, на эту тему они, там, обсуждают, 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 там, в интернете есть посмотреть, полным-полно священников, которые, там, на полном серьезе, там, и про анонизм говорят, и про какие-то разные виды секса, там, иногда некоторых батюшек слушаешь, и, блин, даже как-то покраснеть можно, на какие-то, говорят. Ага. И самое главное, в каком контексте говорят на эту тему. Потому что, если, допустим, было бы какое-нибудь обсуждение, ну, какой-нибудь научно-популярный фильм про сексуальность, или, там, какой-нибудь беседа с врачом, с патологом, это, как бы, один формат. Да, если просто тема, что, ну, да, вот, есть супружеская близость, есть супруги, есть у них, там, какие-то интимные жизни, там, ну, зачем именно углубляться в тему, что именно они как соприкасаются своими половыми органами? А зачем? Ну, это же, как бы, их интимная жизнь, это их сексуальная близость. Если, как бы, допустим, что-то такое, что вы у себя можете, там, делать, ну, как бы, или, ну, непонятно, а зачем? Это же все равно другие люди. То есть, если, допустим, посоветуйте врача-сексопатолога, советуйте научно-популярный фильм про секс, ну, это, как бы, позитивный разговор. Да, 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 да. Или, а зачем вот вдруг начинает священник, а вспомни по именам всех своих половых партнеров? Ну, да, да. А вспомни, какие там картинки, там, ты мастурбировал, когда ты был подростком, и тебе было, там, 12 лет. А мастурбировал, и ты, когда тебе было 10 лет. Ну, как бы, вот такие вопросы, ну, спрашиваются. Ну, да, 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 да. Ну, это же обычно на исповедях, да, вот все происходит, когда человек осознает? Ну, кстати, что самое удивительное, даже один раз я тоже исповедовалась у старца, причем просто вообще реально классный батя. Реально я в него буквально сразу влюбилась, как его встретила на своем пути. Но, в принципе, там был такой момент в исповеде, что он там спрашивал о вспомни половых партнеров. Ну, каких помню, я его, в принципе, назвала, как бы, я простой человек, без комплексов. Но, в принципе, кого-то это может смутить, кого-то это может как-то встревожить. А я так и по-простецки ко всему ему просто отношусь. В принципе, исповедовал хорошо, все классно, я довольна, то есть, как бы, все. То есть, у меня вообще никаких к нему нет вопросов. Ну, надо как бы, там, ну, может быть, как-то, чтобы тоже все-таки... То есть, я думала как раз об одном, чтобы именно, во-первых, качественно поисповедаться, во-вторых, все-таки повысить просто качество своей жизни именно в том плане, чтобы более как-то упорядоченно жить, как-то, чтобы сберечь свой дом и, ну, свою семью. Чтобы самой тоже, как говорится, никуда не выбиваться, и чтобы лучше поправить свое здоровье, в том числе, в первую очередь, духовное, да, и чтобы просто более уверенно себя чувствовать и твердо стоять на ногах. Все, мне больше ничего не надо, в принципе. Тут еще, ведь, бывает такой момент, что некоторые вопросы, там, когда, например, это, там, против добрачных, сексуальных отношений, они чисто практические. Потому что, если, допустим, ну, просто, там, мальчик с девочкой ходят в походы, мальчик с девочкой ходят в какие-то клубы, тусовки, и между ними нет интимной близости, то это один тип отношений. Если между ними есть какая-то интимная близость, то это другой тип отношений. И если мы просто вместе гуляем, вместе тусуемся, то нам отношения прекратить, отношения расстаться, ну, просто, без объяснения причин, типа, что надоело, довольно просто. А если уже есть какая-то интимная близость, то чисто практически, ну, расстаться сложнее, потому что возникает резость. А почему вот раньше было так, нам было хорошо друг с другом, а почему ты сейчас за то, чтобы отношения прекратить, а я вот докажу, что это не так? Ну, то есть, чисто, вот такой практический момент, никак не связанный с религией. А это тоже такая фишка есть, да? Например, в православной субкультуре есть такая практика, что желательно, если вот дружеских отношений до брака. Да, и еще, кстати, есть такая еще штука, когда очень многие мужики ищут именно детственниц. Они на дух не переносят женщин-бэушных, тем более использованных много раз. И особенно христиане от таких женщин-бэушных. Ну, а если там мракобесии из-за разряда, один батюшек сказал, там бывают всякие священники, начинают учить людей, какой должен быть муж, какая должна быть жена. И всякие, всякие, и переживки средневековья прилетят, и собственное мракобесие священника, и собственные его там какие-то эротические фантазии. Хотя, что самое интересное, часто, когда женщина этим всем просто присыщена напрочь, у нее уже не будет мысли об изменах мужа. Ну, как бы она к мужу привяжется, но реально как собака. И все, ей никого и ничего не надо. Вот, как правило, так и получается, что... А девственница, ну, как бы ей может захотеться остренького. А это уже все. А такой женщине ей ничего не надо, ей все надоело. Она от всего устала. Она просто хочет нормально жить. Все, больше ей ничего не надо. Да, ну вот я вот слышала, что некоторые даже продают свою девственность. Ну, мало ли кто. Там, бывает, продавали за такие большие деньги. Ну, это в основном, вы знаешь, мусульмане в мусульманских странах. У них как-то вот очень на эту тему большой такой заскок. И они вот прям девственниц просто. Они типа бэушных, да, так сказать. Они вот вообще не переваривают. И они там, ну, мало того, что с 13, с 14 лет выходят замуж все девочки. Так еще и... В средневековье, да? Да, да. Так еще и продают девственность. И они там за такие большие деньги покупают. Хотя эту девственность они даже восстанавливают. Я вот читала, допустим, книгу, называется «Мемуары». Мемуары, короче, девочки, которая была принцессой в Саудовской Аравии. Она там в зажиточной семье какой-то жила. И она рассказывала, что девочки вот эти вот до замужества, они все-таки хотели попробовать секс. И он у них был. Только он у них был анальный. Вот. А те, которые пробовали обычный типа секс, они потом ходили типа подпольно к каким-то гинекологам, чтобы те там зашивали все. Вообще, ну, короче, жесть. Ну, дело в том, что рынок есть рынок, спрос рождает предложение. Очень простой закон рынка. Да, да, согласен. Поэтому на такие операции, и, ну, как бы, то их делают, их обрачи учатся делать и делают, и все. Это, кстати, к той же теме, как фирсинг и татуировки. Вот в этом что-то находит. Но мы не понимаем, какой вообще, что это, смак, в чем суть, зачем это надо у нас как-то. Как обычно все происходит, мы этим довольны. Ну, во-первых, да. Ну, если кто-то на это западает, ну, как бы, это его личное дело. Вот тоже очередная причина, за что я влюбилась в своего мужа, именно за его честных и за то, что он умеет принимать людей такими, какие они есть. И вот это тоже очередная причина, чем он меня зацепил. Ну, а как бывает? То есть дружить, вот, один год до брака, это как бы прокачать дружбу, чтобы отношения уже были такие, разбираться кто как, кто с кем. Дружить можно с разными людьми, а обгрыдить отношения, ну, тем по одним избранным. А флиртовать, например, можно с кем угодно. То есть мы записали видео, в котором мы рассмотрели разные типы отношений. То есть приятельство – это тогда просто удобно вместе время проводить, общие интересы. Дружба – это когда то же самое, что приятельство, но плюс еще взаимовыручка, взаимопомощь. Любовь – это когда то же самое, что дружба, плюс дополняется еще в сексуальное извлечение. А флирт – это когда только все основано на сексуальном извлечении. Поэтому вот разные типы отношений. Если обгрейдить приятельство в дружбу, а дружба в любовь, то это как бы получается вот наш вариант. А если строить отношения, исходя из клиента, то фактически мальчик и девочка играют в такую ролевую игру, что мальчик девочку разводит на секс, а девочка сопротивляется. И они так играют, играют, играют друг с другом. В какой-то момент девочка решает, что надо было вступить. Но потом почему-то вдруг начинает удивляться, почему когда девочка уступила, мальчик вдруг уже к ней интерес всякий теряет. Ну как бы вот такая ролевая игра. Ну да. И у флирта есть такой недостаток, что флирт, он вокруг сексуальных отношений построен, если, то как бы дружба, она вокруг взаимопомощи. И когда взаимопомощь имеется, то легче на этом основании строить хозяйство совместное. А брак – это все-таки не для секса и не для удовольствия, а все-таки для совместного хозяйства. То есть мы по себе можем сказать, что вдвоем нам просто жить удобнее, чем поодиночке. Это даже и дешевле обходится. Даже дешевле. То есть если мы готовим суп, то это как бы мы готовим суп. А если бы каждый один что-нибудь себе готовил, ну это там, ну что, пиццу там купить, там какую-нибудь шаурму с пивом. Ой, ну это такие дорогие вещи вообще. Но получается и еда менее качественная. Да, и ее меньше просто даже. И менее питательная. А для двоих, если, то он просто и удобнее, и дешевле. Варить этот суп, и он получается просто непомерно вкусный. И абсолютно вот идеально подходит к даже моему организму. То есть как бы брат, он чисто вот даже если еще нет детей, даже вот совместно живем, вот, и уже выгода. И когда я Лену пригласил в Москву, соответственно, мы учились потихоньку готовы. Причем сразу. Потом, как-то время проводить. Ну, гуляем, опять же, по паркам, гуляем по улице, изучаем Москву. И выяснилось, что я и сам Москву не знаю. Просто идем по улице, смотрим мемориальные доски, смотрим название улиц. О, это же интересно. Смотрим, что за памятник, подошли, прочитали. Ну, нифига себе. Вот, оказывается, где памятник Жилкова? Ну, а мы думали, что это Юрий Долгорукий. Ух ты, здорово! Как развлекать? Ну, а еще, кроме этого, в Москве оказалось еще полно всяких интересных мест. Собственно, общественных заведений. Но тоже очень интересных. Большинство из них мне пришлось увидеть даже первично именно в Москве. А другие, которые я, в принципе, других городах, в том числе на родине, видела, тоже увидела, что в Москве там все-таки уровень жизни выше оказался. Ну, то есть, как бы из дружбы отношения уже там где-то мы примерно через полгода уже так решили жениться и развивать отношения. Ну, правда, были проволочки, конечно, с документами, поэтому, слава богу, у нас заняться этим заранее. Фактически через полгода мы объявили помолвку. Да. В общем, мне уже начали называться как бы жениться и невест. Да, и поэтому все-таки я уже старалась в срочном порядке решить проблемы с документами, чтобы уже можно было попасть в ЗАГС и уже получить регистрацию. Ну, потому что, как бы, получить от прошлого мужа свидетельство о разводе. Потому что Лена проехала в Москву, она практически без сего, голая. Ну, да. И потом уже не захотелось, что уже не захотела уезжать. А, естественно, я сразу влюбилась в этот город. И чем дальше, тем больше. Поэтому у нас вот классическая ситуация с образованием семьи через дружбу. Только дружба, ну, то есть, такой через дружбу обычно происходит, когда мальчик с девочкой дружат еще с такого возраста, когда нет сексуального увлечения, там, за школу вот, как бы. Но только мы, как говорится, школьную программу дружбы за год прошли. Ну, да. Ну, во взрослом возрасте гораздо быстрее все проходится. Ну, а тема, когда вот пытаются в клубе флиртовать, а потом строить отношения, ну, честно говоря, мы даже не знаем, как вообще перейти к семейной жизни и зачем. Ну, вот единственное, что если там в клубе знакомиться, то может быть там как-то совместное творчество или там что-то еще. Потому что, ну, непонятно, а зачем тогда семья? Если и так, все есть, есть совместные развлечения, есть совместный секс, есть совместная кустовка, ну, как бы. Ну, да. То есть, в андре есть отношения. Так, вот в чате пишут почему-то, что про пауков постоянные, что у меня на голове паук, я просто не певаю. К чего это пишут? Где паук? Я не знаю, а где паук? Где пауков и у кого? Про Лену говорили, что у нее прическа, как гнездо вороны, из которого выглядывает тенец. Ну, вообще, кстати, пауков и вообще насекомых я люблю, потому что очень нежные создания. Так, ну, давайте тогда еще несколько вопросов и будем тогда заканчивать. Да. Так что задавайте свои вопросы в чате, донатьте. Потому что стримим два с половиной часа. Ничего себе. Ну, с тобой время так быстро пролетело. Да, вот, кстати говоря, очень быстро как-то пролетело время, я даже не заметил. Полетело. Ну, а что, позитивно? Потому что с хорошими людьми почему-то время очень быстро летит. Это точно. Точно. Спроси, какие тараканы у них в голове живут. А вот вопрос, очень интересно, много раз спрашивали, какое у вас образование? Ну, значит, у меня ЕМ, электронное мышностроение. Ну, у меня почти ничего не очень. Потом богословские курсы при Кирееринской духовной семинарии. Ну, я, правда, в свой Законосказский монастырь чуть-чуть совсем походила. Нет, ну, тоже, пять лет. В течение пяти лет, но там навыки. То есть, богословское образование у Лены пять лет, у меня пять лет. То есть, такое образование серьезное, сравнимое с институтом. В принципе, да, но только ты-то часто ходила, я редко ходила. У Лены, значит, у тебя как, домашнее считается образование, инвалидное, школьное, никакое? Ну, я, у меня там куча всего понамешано, но там я почти не училась. У меня родители стеснялись из-за моей болезни и не разрешали мне учиться в школе. А она там ко мне учителя просто не ходили, потому что просто из-за их ленивки. Ну, у тебя как, школа это считалась или что? Ну, в принципе, школа, ну, в основном только номинально, да, девять классов есть, но мои девять классов это на самом деле ни о чем. Даже не девять классов, это вообще ничего. И как раз очень интересно получается, что я вот школу прошел, институт прошел, Лена это не проходила. И поэтому у нас иногда непонимание, особенно в плане классической литературы, когда там посмотрим фильм, к примеру, по Чехову или по Толстому, и я убитый и изнасилованный школьным образованием это воспринимаю одним образом, а Лена другим образом, совершенно. Как раз вот исходя из этого, сейчас такая тенденция, что инвалидов созывать особенными людьми. Это как раз происходит от того, что совершенно другое воспитание и образование, и просто не понимают друг друга люди. Хотя вот сколько вот общаюсь со своими, кто учился в институте, кто учился в школе, определенное восприятие классической литературы, определенное восприятие лекций, семинаров, домашние задания. У Лены ничего такого нет. Токсин другое какое-то, прям... Ну, я просто как слуны свалившаяся, потому что меня родители вообще держали их за пельтей, прятали от всего. То есть как другая цивилизация просто. И от всех. И приходим мы с Леной в инвалидный клуб, Лена там как своя. Я опять же смотрю, все тоже похожи на Лену, тоже и на цивилизация. Все там где-то при больнице учились где-то, плюс участвовали какая-то у них там особая творческая инвалидная самодеятельность. Вот у меня этого тоже не было. Просто какие-то репт-центры. Я вот здоровый, вот такого ничего не видел, чего им дается. И где-то даже чувствую, что явно люди более творчески развитые, более образованные, более рубированные. Которые мои однокашники в клубах, а я совсем тоже отличаюсь от них тоже. Вот такие дела. Самокритичные. Нет, не самокритичные, а там... Давайте следующий вопрос. Спрашивают, как вы относитесь к священникам-насильникам? Негативно. Ну вот попы-педофилы вот бывают, например, и они насилуют детей. Ну бывают, но я отношусь негативно. Хотя бы как минимум, потому что они очень сильно вредят проповеди христианства. А я все-таки считаю, что когда работает особенно специалист, например, священник, очень необходимо убрать все, что мешает проповеди христианства. И чтобы он был максимально эффективен. И для тех, к кому он приводит новых, и для тех, кому он помогает дальше продолжать путь по Христу. Ну, во-первых... Как минимум в этом ключе... Во-первых, к попам-педофилам отношение такое, что, во-первых, очень сильно сомневаюсь, что таковые есть. Ну потому что еще часто они вместо быть клеветами. Во-первых, а зачем ему это надо? Чисто теоретически. То, что священник использует религию для злоупотребления, для личного обогащения, что может использовать, что участвует в каких-то церковных разборках. Это я охотно верю, потому что церковная жизнь на этом построена. А так священник – это как артист, это как вид персона. То есть какой-нибудь священник Артемий Владимиров для прихожан, это какой-нибудь Стас Михайлов, для женщин, кому за 35. Поэтому зачем священнику кого-то насиловать? У него своя фан-группа. Поэтому, скорее всего, что в ситуации, когда священник кого-то якобы изнасиловал или какие-то еще отношения, то, скорее всего, тут имеет место именно шантаж. То есть какая-то сексуально озабоченная барышня что-то с ним крутит. Плюс кто-то пытается батюшку развести на деньги. Потому что, чтобы священник не нашел себе любовницу, ну, в это лично я очень трудно верю. С одной стороны, так-то оно так, но есть и другие случаи, когда священник принципиально не связывается с нормальными женщинами, а в качестве любовницы может выбрать инвалида по психике. Потому что даже если инвалид расскажет что-то, в том числе и журналистам, никто не поверит. Больному человеку не поверят, а во-вторых, именно больной человек попадет в опаву и со стороны церковников, и со стороны светских. В общем, со стороны абсолютно всех и одновременно. То есть в это охотно верю. Именно больной человек попадет в опаву, а священника, естественно, все будут защищать. То есть в это охотно верю. Даже в это статистик. То есть в это охотно верю в такую ситуацию. То, что священник или монах будет где-нибудь в монастыре в туалете мастурбировать, это тоже ситуационная мастурбация. Это даже животные мастурбируют. То, что какой-нибудь гомосексуализм будет, в это тоже готов поверить. Но что священник с несовершеннолетними, специально, будут какие-то сексуальные развратные действия. Причем именно с нормальными действиями я не верю. То есть животные верят очень с трудом, чисто не из того, чтобы защищать священника, а чисто из того, что, ну, тоже, ну, трудно представить, зачем ему это нужно. То есть это как то, что вдруг какие-нибудь инопланетяне начнут похищать людей и обращать их в рабство, чтобы они у них на планете на рудниках добывали киркой и лопатой какой-нибудь уран. Если они умеют летать через космос, то у них наверняка есть роботы для этой цели. Робов для этого их дороже кормить будут, чтобы они просто не сдохли. То есть по этой причине я с трудом верил в священников-педофилов. Конечно, может быть, любой из вращенниц, я скорее поверил в учителя-педофила. Потому что если у него есть склонность к детям, у него дети вызывают бурные эмоциональные реакции, он пойдет в врачи-педиатры, он пойдет в педагоги и уже свои эмоциональные отношения он прообретит в сексуальные. А то, что священник, ну, не верит. То есть как бы то, что полно грехов у священников есть, в это верит. Что именно педофилия не верит. То есть точнее, очень-очень малая вероятность. Это во-первых. А во-вторых, грех надо все-таки доказывать. То есть должен доказывать состав преступления. А доказать именно состав преступления педофилии, это очень сложно. То, что с любовницей там какая-то переписка, что он там по ресторанам с ней гуляет, ну, это как бы классика флирт. Да и то неизвестно, а сексуальные отношения были или просто флиртуют. Потому что флиртовать как бы могут и женатые, замужние люди, потому что сделать комплимент девушке, ну, это же как бы в порядке вещей. Но комплимент, это просто комплимент, это ничего другого. Или для кого-то это в порядке вещей, красивую женщину нахранить в ресторане. Это тоже в порядке вещей для кого-то. Это элементарно. Но не более того. Но в этом нет ничего плохого. Поэтому здесь как раз главная проблема – доказательства в студии. Доказывайте, где объективные доказательства. Да, где пруфы. Причем не нарративы, да, чтобы кто-то что-то рассказал, а материалы детские. Да, точно. Тут еще спрашивают, как, Лена, ты не переживаешь по поводу своей подруги, которая тебя предала? Конечно, переживаю, потому что у нас была очень хорошая дружба с этой Лерочкой. И, понимаете, у меня не получается выгнать ее из своего сердца. Никак не удается. И у меня не получается ее принять в новом качестве. Что, к сожалению, уже не удастся ничего исправить и восстановить. И восстановить ту Леру, которая у меня была совсем недавно. Потому что вроде бы Лера есть, но это уже другая Лера, это совсем другой человек. Вообще другое нечто, то, что вторглась в мою жизнь вместо подруги. Ну, а здесь же еще ситуация бывает, что вот если смотреть фильмы какие-то, особенно про ментов и бандитов, или про военных, что мужики, например, с чем подружиться, подерутся. Женщины, если, по логике вещей, можно предположить, что женщины, прежде чем подружиться, они тоже там друг-друг погадят. Нет, ну да, все может быть. У меня нет начала погадить. У нее было. Просто, да, мы познакомились, но подружились просто. И все. Причем именно отношения начались именно с ее психологической поддержки, оказанной мне. И так мы подружились. И дружили, ну, в общем, некоторое время, слава богу, вот просто вот. Я надеялась все-таки, что все-таки останется. Я вообще в шоке, как она вот просто споткнулась буквально об мои два неудачных, как она выражается, видоса. Как она не сама споткнулась, это батюшка сказала. И она просто исчезла из моей жизни. Ситуация была такая, что батюшка, несмотря наш контент, по доносу другой прихожанки, сказал, что наши видео за аборты, что наши видео вообще страшное кощунство. И поэтому он сказал, что Лена плохая. И подруга, услышав слова батюшки, сказала Лене, что да-да-да, я с тобой не буду дружить, потому что плохая. То есть... А подруга просто ведомая, походу. Да, ведомая. Но в традициях именно нашей православной субкультуры, что как батюшка скажет, так сразу мы с друзей предаем, за батюшкой бежим, а потом батюшка нас предает, а потом мы батюшке тайно мстим. Так что у нас те тайны, все вот как бы худшие традиции средневековых разборов. Но, к сожалению, да, к сожалению, так и есть. Дворцы Олимприги. Это вот мы только, как маленькие дети, со всеми пытаемся разговаривать глаза в глаза, прямо вот, и как-то пытаемся строить или исправлять отношения. А они возьмут сами, нравится. Женская дружба, она же вообще такая веселая, что вот подруга Лены, которая ее на голову выше и на 4 размера толще, дает Лене платье, которое ей мало. Ну вот, как бы, неизвестно, что это, как бы, как это. Но мы его перешили. Но все равно, да, просто перешили. Вконтакте написано, как мы оригинально это сделали, и платье подошло. Ну да, все равно перешить пришлось, но слабо. То есть это тема женская дружба, которая хорошо развита в мировой культуре. Да, да. Давайте мы это вот так скажем. Тут вот Чарли Эндемид, задатель 50 рублей, спасибо. И написал, Лена, никогда не говори никогда. Если это дружба, то она такой и останется. Лера может изменить свое мнение и вернуться. Будь готова принять и простить. Хранит вас Бог, а вы сатане, пойду съем мацу. Вот такой вот напустил. Так, ну хорошо, тогда последний давайте вопрос, и будем заканчивать. Читали ли вы Бибаран? Кого? Бибаран. А что это? Это такая книга, интернет-мем. Это книги читали. Такая религиозная. Ну вот. Ну хорошо. А, вот еще тут донат пришел. Да, еще даже в отличие от того вопроса, вроде бы, да, все хорошо было сказано, я уже хотела на него ответить, но просто вот эта фраза в конце, она меня, конечно, сбила, и я не смогла нормально сообразить, чтобы адекватно ответить. Да, нормально. Вот, получилось. Национал Ксенофил, спасибо за 31 рубль. Известен ли гостям Храбров и как к нему относятся, если да? Храбров. Это такой блогер, очень такой своеобразный. Ну, он не сильно популярный, поэтому вы вряд ли его знаете. А, тут говорят, покажите любимый платочек, если у вас есть. А, запросто, вот наш любимый платок, который, дай бог, каждому. С иконами, с... То есть это классический правопосадский платок с атрибутами местно-четимого православного святого. Искусственники, это историческая ценность. Да. Наши сокровища. Так, ну хорошо, будем тогда заканчивать стрим. Спасибо, что пришли. Тут очень многие пишут о том, что они хотят второй стрим с платочком. Да, можно просто. Если вы захотите, то можем как-нибудь организовать, то очень интересно. Да, хотим, хотим. Многие люди, вот прям вот такой большой онлайн из-за вас. Да, много стримов не бывает. Вы пришли, и вот сразу большой онлайн, обычно у меня меньше. Видите, вот вы... Так что подключайтесь к своим стримам. Я думаю, у вас тоже будет очень много людей смотреть. А, кстати, а у тебя какой стрим для нее? Какой зум? Строг или бесплатный? Нет, у меня бесплатный. Там можно бесплатно стримить с два человека. Если не больше двух человек, тогда там нет ограничений. А если больше двух человек в конференции, то там ограничение 40 минут, и можно потом переподключаться через 40 минут. Вот, но я обычно не через Zoom стримлю, я обычно через OBS. Это такая программа, ее просто нужно скачать и там веб-ку подключить, там буквально настроить все это в интернете. Можно поставить на YouTube. Мы тогда бы сделали тестовый какой-нибудь стрим. Вот программа называется OBS. Вот, просто ее скачиваете, и на YouTube там куча разных туториалов. А, сейчас теперь OBS стримим? Да, я вот, я просто Zoom включила для того, чтобы вас подключить, чтобы конференция была. А обычно я просто через Zoom, через OBS стримлю, да. То есть, чтобы была картинка с нами, это Zoom? Ну да, это как Skype, ну то есть, чтобы связаться с людьми. Ага, ясно. Так что, вот такое дело. Ну хорошо, спасибо большое, что пришли ко мне на стрим, было очень, было безумно интересно, действительно. Пастра, большое спасибо тебе, очень тебе признательны. Мы очень давно ждали этого стрима. А видео это сохранит в судьбе. А стрим сохранится, я его потом выложу на своем втором канале, астральные хайлайты, и скину вам, если вам интересно. Да, скинь, пожалуйста. Чтобы он был... То есть, его можно нам на хвоточек закачать. Ну да, вы сможете потом его скачать там. Даже закачать к себе, да? К себе, да. Да, я просто выложу, Ксена, второй канал. Так что стрим сохранится, его можно будет потом посмотреть в записи. Хорошо. Да, большое спасибо. Да, было очень приятно пообщаться. Да, здорово было. До свидания. Спасибо. Так что всё, всем пока. Сейчас, как комната наша, напоследок, пока. А, да. Со всеми нашими богатствами. Хорошо было в гостях у тебя, Астра. Спасибо тебе большое, что ты у нас есть. Спасибо. Дизайн такой, смотрите. Да, нам тоже было очень хорошо у тебя в гостях. С тобой очень интересно. Взаимно. До встречи в следующих стримах. Спасибо, Куришка. До встречи, пока-пока. Спасибо, любимая. Пока. Пока. Так. Закончили мы конференцию. Я думала, вы тут ссориться будете. Спустя, зачем ссориться? Потому что такие милые люди. Как с ними ссориться? Вот я себе не представляю, как можно ссориться с Коляной Платковой и Платковой или Макадан. Тема секса не раскрыта. Весело было. Вот реально весело. Мне очень понравилось. Я, да, я счастлива. Это было прекрасно. Итоги подведем. Ну, пишите свое мнение. Хотели бы вы, чтобы был второй стрим такой? Хотели бы вы в продолжение? Дубль два.